Добрый день! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем эфире. Меня зовут Елизавета и Екатерина. Мы являемся организаторами проекта Power of Life, а также организаторами форума «Сила жизни», который состоится 6 октября уже в это воскресенье в Москве. Хотелось бы вам рассказать о сегодняшнем эфире и о нашем сегодняшнем госте. Да, мы на самом деле рады видеть вас в четвертый раз и надеемся, что вам удалось посмотреть все 4 эфира цикла. Если не удалось, они есть у вас в записи. Сегодня у нас Олег Матвеев в гостях, и это специалист по ГНМ. Мы давно уже пишем публикации и понимаем, что они вызывают очень большой резонанс, но в публикациях нельзя отразить всю суть германской медицины. И поэтому мы решили пригласить Олега Матвеева, который расскажет нам сегодня об этом. Олег Матвеев клинический психолог, психотерапевт, психосоматолог, создатель Международной Академии Ясного Коучинга, автор книг, посвященных методам работы с эмоциональными причинами психосоматических заболеваний, танцевальный терапевт, ведущий авторских тренингов. Мы вам желаем продуктивного, приятного эфира. Опять хотим, чтобы он был для вас максимально практичен, поэтому если есть возможность записывать, доставайте бумагу, листы записывайте, потому что могут происходить какие-то инсайты. Пишите ваши вопросы в чате Олегу, и в конце, ближе к концу эфира Олег будет отвечать на вопросы. В общем, хорошего, приятного эфира. Добрый вечер еще раз всем. У нас в заголовке было написано сегодня просто ГНМ, да, было написано что-то такое, поэтому постараемся рассказать об этом просто. Аббревиатура ГНМ означает германская новая медицина. Такое достаточно малоизвестное новое направление. Когда я рассказываю об этом, ну, просто людям, которые не особо знакомы с этим, я просто называю это новая психосоматика. Сегодня я попытаюсь об этом рассказать, ну, как уже сказали, поотвечать на ваши вопросы. Буду поглядывать на чат. Хотя, скорее всего, на вопросы я буду отвечать в самом конце, но задавать их можно прямо по ходу, по ходу возникновения этих вопросов, да, чтобы они у вас в голове не оставались. Ну, и как говорили, я постараюсь сегодня не просто там рассказать какую-то теорию, да, или какие-то сказки порассказывать. Ну, дать что-нибудь практичное и интересное. Может быть, даже упражнение попрошу вас какое-нибудь сделать на досуге. Вот, так что, так что вот. Ну, поехали потихонечку, да. Вообще говоря, когда мы говорим о психосоматике, мы на самом деле в каком-то смысле вступаем в противоречие с официальной парадигмой медицины. Вот, и, ну, это видно даже из названия. Называется германская новая медицина. Это понятно, что она как-то, видимо, касается области медицины, раз ее так назвал ее основатель, доктор Рикки Герт Хаммер. Да, это имя нужно проговорить обязательно вслух, потому что, на мой взгляд, эта фигура такая, да, она аналогична фигуре Дмитрия Менделеева для химии, да, потому что он создал такую системную психосоматику. И хотя люди, которые впервые сталкиваются с его работой, иногда говорят, ну, это же было и раньше в разных книгах у разных авторов описано. На самом деле, кроме Хаммера, никто не пытался создать такую своего рода периодическую таблицу психосоматических заболеваний, попытаться именно системно объяснить то, как работает человеческий организм. А почему возникает это противоречие, тоже очень интересная тема. Я, когда живые семинары веду, я всегда говорю, что если подходить с точки зрения научности или науки, да, наука, на свете есть только, настоящая только одна, это физика. Я по первому образованию физик. Вот, это правда, да, потому что с точки зрения критериев научности только физика подходит под эти критерии, а все остальные науки, они пытаются притворяться физикой. Ну, и в этом есть свои плюсы и минусы. Например, когда медицина пытается притворяться физикой, в этом есть существенный минус, потому что тогда человек начинает воспринимать как физический объект, как физическое тело. Ну, и, соответственно, все методы воздействия на это тело, они сводятся, ну, есть такая печальная шутка, по-моему, как раз авторство доктора Хаммера, который говорил, что у современной медицины есть только три, метода лечения людей, это жечь, травить и резать. Ну, резать это хирургия, там, да, травить это фармацевтика, да, ну, и жечь там, да, всякие, разного рода физиотерапия. И на самом деле, общаясь с врачами, ну, с такими, да, не очень продвинутыми, видно, что действительно они воспринимают человека как нечто отдельное от его эмоциональной сферы, то есть подход такой нецелостный, скажем так, да. И вот хотелось бы это противоречие убрать и вернуть целостное восприятие человека, понимание того, что, да, у нас есть физическое тело, и да, это физическое тело, оно работает по определенным физическим законам, эти законы можно сформулировать, но, тем не менее, есть очень большая область, которая относится к тому, как это тело реагирует на разного рода эмоциональные состояния, эмоциональные травмы, эмоциональные эпизоды, конфликты и тому подобные вещи. И если посмотреть вот именно с системной точки зрения на это все, да, то можно тогда сразу сказать, в чем основное такое базовое отличие, ну, как бы в исходных постулатах теории новой психосоматики, теории германской новой медицины и, ну, вот медицины традиционной. В традиционной медицине есть такое понятие, как болезнь, и болезнь воспринимается как некий сбой, да, что вот есть некий, некое тело физическое, да, которое как-то функционирует, у него есть какое-то оптимальное состояние, и вот что-то там случается, причем то, что случается, обычно описывается как некое внешнее воздействие, то есть нападают какие-нибудь враги в виде инфекции или что-то там физическое прилетает, какое-то переохлаждение, там, переутомление и тому подобное. И вот в этом организме начинается сбой какой-то, который, соответственно, нужно выровнять таким же физическим воздействием, да, то есть либо там химии, либо там физиологии какой-то и так далее. Вот эмоциональная сфера, она как бы не берется в расчет. И, соответственно, все эти сбои называются термином «болезни». Болезни – это плохо, болезни нужно лечить, от болезни нужно избавляться, болезнь – это враг, да, и вообще такая получается терминология, которая очень похожа на терминологию военную, да, то есть время с чем-то борется, с раком тоже борется, там, борьба с болезнями, борьба с инфекциями, борьба с раком и так далее. В новой психосоматике исходный постулат отличается практически, ну, вот на 180 градусов, да, потому что была у меня однажды такая дискуссия где-то на своей страничке в Фейсбуке, я задал такой вопрос с подвохом. Я спросил у тех людей, которые интересовались темой германской новой медицины, ну, а если вы знаете, отвлекаясь чуть в сторону, германскую новую медицину обычно ассоциируют с темой онкологии, с темой рака в основном. Ну, так получилось исторически, что изначально сама история, личная история доктора Хаммера была связана именно с онкологией, он сам, заболев онкологией, сам себя исцелил, и вот после этого у него там пошла цепочка событий в жизни, которая привела его к открытию того, что он назвал германской новой медициной. Вот, и, соответственно, я задал такой вопрос, сколько видов рака, как вы думаете, выделяют в германской новой медицине? И завязалась там такая дискуссия в комментариях, кто-то говорил там четыре вида, там те, кто более-менее разбирается, кто-то еще там какие-то цифры называл там и так далее, в то время как правильный ответ, он очень простой, довольно странный. В германской новой медицине вообще никакого рака нет. В германской новой медицине, в принципе, в ее текущем состоянии нет такого понятия, как там рак, да, в том смысле, как это понимается в медицине. Там есть термин специальные, целесообразные биологические программы. И Хаммер постарался максимально научно обосновать, что то, что с организмом происходит, это биологическая программа, это то, что порождается внутренними процессами самого организма, его внутренней реакцией на то, что снаружи произошло. То есть нет такой ситуации, когда вот был идеальный организм, на него было совершено какое-то внешнее нападение, и он из-за этого сломался. Нет. Есть там организм в неком оптимальном состоянии, потом снаружи что-то происходит, мы сейчас дальше об этом попробуем поговорить более подробно и разобраться по полочкам, разложить. Дальше идет реакция организма на это. И эта реакция организма, она системна, она предсказуема, ее можно заранее предсказать, заранее описать, даже вот нарисовать в виде таблицы. Я потом покажу вам, там есть красивый рисуночек, такая сводка всех открытий доктора Хаммера. И, соответственно, это дает совершенно другой взгляд, что со специальными биологическими программами работают не с точки зрения попытки их искоренить, уничтожить, прекратить, а с точки зрения понимания того, почему они запустились, и поиска причин запуска этих программ, ну, и, соответственно, устранения этих причин, что в идеале должно приводить к тому, что программа просто выключается, и просто незачем быть, и она перестает работать. И таких случаев достаточно много описано в практике у специалистов, которые с этим всем работают. То есть получается, что мы говорим об адаптации, скорее, организма к окружающей среде и к тому, что происходит. На эту адаптацию можно посмотреть системно, и вот опять же, да, можно прокомментировать, какие отрасли современного научного знания на каком уровне пытаются с этим взаимодействовать. Ну, обычно я рисую такую, как бы, шкалу, да, я сейчас просто ее проговорю, она практически очевидна, да. Где-то в самом низу шкалы будет просто тело, как физический объект, да, как тело, как физический объект, который сформирован средой. Это то, что исследовали ученые, биологи, такие как там Дарвин, такие как Ламарк, и они пытались понять и объяснить, почему там тела у животных и тело у человека выглядят именно таким образом, откуда оно такое взялось, почему оно так себя ведет, почему у нее такие реакции и так далее. Ну, и все это объясняется через взаимодействие с окружающей средой. Ну, а какое взаимодействие? Физическое, опять же, там, химическое, да, и прочее. Кстати говоря, в те времена, когда Дарвин свои открытия делал, никто ведь про генетику еще не знал, то есть никто не знал, что на самом деле есть внутренний носитель, в каждой клетке, да, есть ДНК, и это такой родовой код, да, генетический код. Тоже, кстати, иногда я вот по одной из профессий еще лингвист, и когда люди употребляют какие-то такие большие слова, там, генетика, да, ген — это просто род, да, ДНК — это родовой код. Это означает, что я являюсь потомком, там, сотен тысяч поколений своих предков, которые существовали в определенных условиях, соответственно, я от них унаследовал все те методы взаимодействия с окружающей средой, которыми они пользовались, которые им помогали выживать, ну и теперь я в себе этот багаж несу. Этот багаж может мне помогать, может не помогать, может быть вообще не к месту, да, в 21 веке, но тем не менее он есть. Потом следующий уровень адаптации тоже он очень интересен, потому что был такой научный спор между Дарвином и Ламарком. Дарвин утверждал, если вы помните, да, он придумал теорию естественного отбора, то есть, грубо говоря, кто не приспособлен, тот умирает, а кто приспособлен, тот остается жить. А Ламарк утверждал, что на самом ли живой организм может изменяться и адаптироваться по ходу своей жизни, это если так упрощенно говорить. Удивительно, что Хаммер, он взял, то есть, если посмотреть на его открытие, то видно, что он скорее тяготеет к Ламарку, да, потому что можно показать, что те процессы, которые у человека в организме запускаются, но мы про людей говорим, да, хотя можно и про животных тоже говорить, они на самом деле вызываются событиями, которые происходили в жизни у этого человека и в жизни его предков иногда. Вот, и интересный был момент, когда стали, это тоже такая совсем свежая наука, называется эпигенетика, когда стали исследовать, секенсировать ДНК, да, выяснить, что очень много участков ДНК, ученые не могут понять, что они делают. И даже был такой термин, одно время, мусорная ДНК, то есть, считалось, что чуть ли там не 75% ДНК вообще непонятно, что кодируют, то есть, те расшифрованные участки, которые имелись в наличии, вроде бы объясняли все устройство нашего тела, а зачем все это остальное, непонятно. А потом чуть позже выяснилось, что оказывается, вот в этих областях, да, эпигенетических, находятся так называемые переключатели, которые определяют физиологию конкретного тела. И мы все это видим, да, что могут быть люди, которые родились, ну, более-менее с одинаковыми, там, генетически врожденными данными, тем не менее, судьба их, в том числе в плане здоровья, складывается совершенно по-разному. И дальше уже из этого следует, соответственно, там, психофизиология какая-то, из этой психофизиологии следует характер, да, из характера следует психология, да, то есть некий компенсаторный уже механизм, который помогает человеку как-то справляться. И вот получается такая длинная шкала, где в самом низу, там, условно говоря, находится тело, да, в самом верху находится, ну, можно рискнуть сказать слово «душа», или там не использовать это слово, сказать «психика». И на самом деле проблема современной науки заключается в том, что она эту шкалу, она ее только частично использует, да, и только вот для меня только психосоматика является такой отраслью, которая пытается увязать верхние уровни, да, то есть психику, психические состояния, душевные состояния, эмоциональные всякие состояния, с тем, что происходит на уровне тела. И показать, что все, что на уровне тела происходит, это адаптация. То есть есть определенная, вполне предсказуемая структура реагирования, да. То есть, условно говоря, если совсем упрощенно это показывать, она достаточно просто объясняется. То есть происходит некое стимульное событие в жизни у человека. Мы даже сейчас не будем говорить там травмы, это эмоциональная травма, нет, просто какое-то событие происходит, да, и вот голова там что-то осознает, да, на уровне осознания. Сердце включает какие-то эмоции, какие-то эмоциональные состояния. И есть еще животная наша часть, в которой есть какие-то встроенные поведенческие паттерны. И, в принципе, вся вот эта вот структура, может быть, вы слышите, есть такой термин «триеденный мозг», да, вот условно говоря, его можно объяснить так, как голова, сердце и живот. Он, как-то эта система реагирует с целью адаптироваться к той ситуации, которая возникла. И только если все эти уровни не срабатывают, есть, туда срабатывает еще один уровень адаптации, который вот как раз уже пересекается с областью медицины, да. Это уже адаптация такая телесная, адаптация химическая, органическая, тканевая, клеточная. И она бывает не специфическая, и бывает специфическая. То есть конкретная реакция на конкретное событие конкретным органом, там, тела или конкретной тканью. Вот как раз теория Хаммера, теория доктора Рики Герда Хаммера, она описывает специфические виды адаптации. И, как я уже говорил, используется такой термин, как специальная биологическая целесообразная программа. Здесь, причем все, ну, каждое слово, оно специально выверено, да, что она целесообразная. То есть она не просто непонятно от чего включается, она включается вполне себе предсказуемо. И она не что попало делает в организме, то есть это не анархия какая-то. У нее есть совершенно определенная точка запуска, совершенно определенная программа, совершенно определенная точка завершения. Ее можно заранее описать и даже на схеме нарисовать, изобразить. да если вот например попытаться как-то там человека изобразить в виде некой схемы да вот тут есть нас такая картинка красивая человек изображенной в виде ракеты по-моему даже да вот так может наклоняться символизирует что она там летит как бы куда-то до чек это такая многоступенчатая структура да где есть вот голова есть сердце весь живот есть тело я даже придумал для них такие обозначения тогда там ты-то пси лямбда и хи и вот ракета то есть как бы человек он существо активное да он время хочет из какого-то текущего своего состояния из точки а попасть в какое-то желаемое в точку б ну соответственно либо он туда успешно попадает либо туда не попадает и у него возникают проблемы у него возникают сейчас мы подальше чуть дальше об этом поговорим у него возникает разного рода ситуации к которым нужно адаптироваться специфическим каким-то вот образом да и если попробовать описать в чем специфичность конкретно человеческих реакций ну наверно примерно к этому моменту объяснение уже понятно что наверное если совсем примитивно объяснять можно объяснить это так да что у нас есть наша человеческая жизнь с нашими человеческими конфликтами есть биологическая наша часть которая является телом вот и это тело она пытается на человеческие проблемы реагировать телесным образом а тело она формировалась совершенно в другой среде совершенно для других проблем да то есть никогда у животных Не было такой проблемы, чтобы его начальник на ковер вызывал и хотел отругать. Ну и типа у человека возникают какие-то проблемы с выживанием, к примеру. У животного таких проблем не бывает. Или, например, если сослаться на кого-то еще из известных ученых, на которых можно ссылаться. Есть у меня такой человек, который, на мой взгляд, очень хорошо пишет о психосоматике. Зовут его Роберт Сапольский. У него есть книга на русском языке. Она называется «Психология стресса». Хотя в английском она называется «Почему у зебры не бывает язвы?». И он там как раз рассказывает, каким образом мышление человека приводит к тому, что его тело совершенно неадекватно реагирует на сравнительно безобидные события. Потому что у зебры действительно язвы не бывает, а у человека бывает. И можно тоже это как-то разложить и разобрать. И давайте, например, разберем так. Давайте разберем, например, по терминам просто. Была у меня такая однажды история, когда мне задали вопрос. Вопрос касался какого-то заболевания, какие-то воспаления слизистые. И я написал человеку, что воспаление слизистые – это всегда фаза восстановления. Я сейчас чуть попозже объясню, что такое фаза восстановления с точки зрения теории Хаммера. То есть сам конфликт уже решен, просто остался заряд. Ну и человек мне в ответ пишет, что это раз не одно и то же. Конфликт, заряд – это же такая примитивная схема психосоматики. Для такого простого человека, для обывателя, выглядит очень просто. Произошел некий конфликт, то есть некая неприятная ситуация, человек из-за этого заболел. Ну как бы в быту мы вроде бы тоже все это знаем. Все болезни от нервов. Типа что-то там случилось, я перенервничал, ну и потом вот болею. Но вот как бы проследить эту закономерность удается не всегда, а уж тем более научно описать. Поэтому я попытался для этого человека разложить все по полочкам. Потом понял, что это вообще такая кардинальная тема. Ее действительно нужно просто по полкам изначально разобрать. И тогда станет все понятно, если правильно на этот вопрос отвечать. Да, вот смотрите, термин номер один. Что такое конфликт? Конфликт – это некая потенциально травматическая ситуация, эпизод. Да, это ситуация, то есть это конкретное событие. Это тоже важно, да, у которого есть место, время, там участники и так далее. Которое представляет угрозу выживанию, доминированию или правоте. Вот, к сожалению, для человека есть еще такая оговорка, да, что ситуация далеко не всегда реальная. Она может быть воображаемая, символическая, метафорическая, виртуальная. Это тоже можно экспериментально показать. Я вот когда работаю с теми людьми, которые ко мне приходят, в поразительном проценте случаев выясняется, что ситуация, на которую тело отреагировало, это не была какая-то физическая угроза, там, условно говоря, никто за ними с топором не гонялся. Да, это было скорее там картинка в голове, некое воображение. Человек, например, ну там, условно вызванный на ковер к начальнику, как я говорил, да, может воспринимать эту ситуацию как угрозу выживанию. Хотя реально, с физической точки зрения, там никакой угрозы выживанию нет. Да, ты можешь в конце концов туда просто не ходить. Но человек туда идет. Вот. Так что вот, как бы, первая формировка очень простая, что конфликт, это потенциальный травматический эпизод, это ситуация, которая является угрозой. Причем угроза может быть просто, вот, ну, воображаемая. Человек считает, что там есть угроза. И, как вы видите, с точки зрения работы с такими людьми, тут уже вот сразу открывается область, уже становится понятно, да, то есть нужно искать не какие-то там заранее описанные ситуации, которые могут быть конфликтами, а нужно разбираться, что человек воспринимает как конфликт, да. Что дальше происходит? Конфликт порождает стресс, то есть конфликт порождает реакцию на физическом уровне, на эмоциональном уровне, на ментальном. Этот стресс можно описать как болевую реакцию, да, то есть боль – это некое предупреждение, что в моей жизни что-то ужасное происходит, нужно как-то от этого избавляться. И мы это воспринимаем как неприятные, нежелательные переживания. То есть это вот какие-то там в голове у человека картинки возникают, да, воображения, какие-то ощущения в теле возникают, какие-то эмоции, какие-то мысли. Тут, как вы видите, тоже достаточно все связывается в схему. Почему? Потому что, когда мы говорим «неприятные, нежелательные переживания», тут же можно двояко к этому подходить, двояко это воспринимать. С одной стороны, можно воспринимать как некое предупреждение, что да, мое мудрое, доброе тело, вот Хаммер очень любил писать там про мудрую матушку природу, и он был во многом прав, что мое мудрое, доброе тело предупреждает меня, человек, ты не туда пошел, ты не тем занимаешься, ты не в то погрузился и так далее. Меня просто об этом предупреждает мягко. А я беру и говорю, так, не хочу я никого слушать, буду делать по-своему. То есть получается, что когда возникает некий конфликт, и у меня возникает некий стресс, у меня есть две дорожки, два способа реагирования. Первый заключается в том, что, как говорят позитивные терапевты, принять, воспроизвести, отпустить. Помните, там шутка такая была, понять и простить эту боль. Ну, потому что всякое в жизни бывает, крайне редко у человека реально в жизни происходит ситуация, которая действительно ему чем-то там ужасным грозит. По большей части это он там себе просчитывает какие-то последствия, которые никогда не случаются. Иногда, наблюдая за некоторыми особо такими больными людьми, я даже вспоминаю формулу, которую когда-то я ее для себя сформулировал, наблюдая за одним человеком, неважно за кем, что люди всегда боятся того, что было и того, чего никогда не будет. Крайне редко можно встретить человека, который боится того, что есть. Обычно он там или из прошлого что-то такое подтягивает, то есть какие-то прошлые нерешенные проблемы, или вот воображать начинает там, да, причем это никогда не случается, но это не мешает ему болеть, вот что самое удивительное. Вот. И есть вторая дорожка, естественно, да, вторая заключается в том, чтобы попытаться как-то заблокировать вот эту вот боль, это осознание, да, и восприятие происходящего. Вот. И что происходит? В первом случае получается полное проживание до того, что случилось. Оно как бы позволяет ситуации завершиться и стать частью прошлого, свершившегося, никакой травмы у человека не остается, да, он просто пережил это, да, продышал и пошел дальше с новым опытом в жизни, да. А во втором случае это проживание блокируется, и получается как раз то, о чем еще, наверное, дедушка Фрейд об этом писал, да, ситуация вытесняется из сознания, да, у него был такой термин вытеснение, и дальше вот как бы вместе с намерением больше никогда вот этого не переживать, да, а также со всеми другими вещами, которые там происходили, все это где-то там в уме складируется и продолжает существовать в виде текущего незаконченного дела. По этому поводу даже есть такой анекдот, знаете, как был в Древней Греции такой Герострат, который сжег храм Артемиды в Эфесе, а сделан он для того, чтобы его все запомнили, ну, чтобы прославиться, значит, в овече веков. Вот, и говорят, что вот греческий царь, который был в те времена там правителем, он издал такой указ, что вот каждый грек должен забыть имя Герострата, который сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться во веки веков, да, и говорят, любого грека можно было среди ночи разбудить, спросить, чье имя ты должен забыть? Ну, и он как бы, естественно, говорил, ну, как чье, понятно, чье, Герострата, который сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться в веках. Вот, здесь примерно такая же ситуация получается, да, То есть есть какое-то незаконченное, нерешенное событие, которое человек куда-то вытеснил, но он как бы должен все время помнить, что он там из себя вытеснил. И вот это как раз и называется травмой. Вот эти подобные конфликты, они превращаются в действующие травмы. Почему? Потому что получается, каждый раз, когда у человека в жизни что-то похожее возникает, у него возникают похожие текущие переживания в настоящем времени, и они продолжают на человека негативно влиять. Ну и в какой-то момент тело может понять, что головой я это не решаю, на эмоциональном уровне я это не решаю, на поведенческом уровне тоже решить не могу. Но это тело говорит, ну спасайся, кто может, надо теперь отреагировать как-то, ну видимо телесно как-то, да, реагирует оно, вот если использовать терминологию доктора Хаммера, архаичными биологическими программами. То есть каждая ткань, которая в нас есть, она соответствует какой-то, ну эта ткань где-то раньше там была в каких-то организмах, у них были какие-то свои выживательные алгоритмы, как они это делают, хотя строго говоря вообще есть там два основных алгоритма, как реагирует какая-то ткань. Она либо увеличивается, то есть клетки размножаются, либо она уменьшается, вот клеточная масса падает, изъязвление появляется. И самое удивительное, что в принципе практически все заболевания можно свести вот к этим двум категориям. Ну там есть некоторые нюансы, да, но в принципе оно всегда так. Либо растет масса клеточная, либо уменьшается. Вот такая вот интересная вещь. Что еще получается, ну то есть вот да, я уже сказал, два возможных пути. Получается, ну примерно понятно, что здесь нужно делать, опять же, да, если говорить с точки зрения того, с чем нужно работать. Нужно по идее локализовать вот такие события, такие ситуации, ну и в принципе сделать то, что нужно было сделать с самого начала. То есть принять, воспроизвести, отпустить, а не пытаться это вытеснять и делать вид, что этого ничего нет. Потому что оно никуда не девается. Единственное, что, наверное, можно здесь добавить, очень важное, да, что в сравнении с использованием термина вытеснения у Фрейда, ну у Фрейда вытеснялось оно куда? В подсознание загадочное, да, там какое-то есть подсознание, куда-то вытесняется. Он там много книг об этом писал, ученики продолжили эту тему, там описывали это подсознание. Вот, но если мы вернемся, посмотрим на, ну вот вы вспомните, или можно вот снова и вырасти, вот эту картиночку с ракетой, да, показать на экране. Получается, ну как, вот посмотрите на схему, там прямо очевидно, да, ну вот на уровне головы не решилось, на уровне сердца не решилось, на уровне живота не решилось. Ну а где оно еще будет, куда оно вытесняется? Ну, естественно, в тело, да, больше ему вытесняться некуда. Соответственно, получается, что вот, все, можно картинку убрать. Получается, что дополнение, которое мы можем сделать к психоанализу, да, и то открытие, которое, собственно, и пытался систематизировать, и в значительной степени с этим заданием справился Хаммер, это объяснить, что куда вытесняется конкретно в физическом теле. Потому что вот эти все негативные влияния, негативные переживания, то есть эти жуткие картинки, болезненные телесные ощущения, отрицательные эмоции, всякие там мысли саморазрушительные, они как раз называются «зарядом», и термин «заряд» можно определить как вытесненное, незавершенное, ну, некое действие, некое намерение, некое событие, да. Там, если совсем просто объяснять, у меня есть такая тоже шутка стандартная, да, что когда человек приходит на, ну, на сеанс, там, на сессию какую-то, да, и он приходит с каким-то запросом, все запросы четко делятся на две категории. Первая категория – это когда что-то есть, а хочется, чтобы этого не было, да, называется это «проблема», а вторая категория – когда что-то нет, а хочется, чтобы было. Ну, и называется это, там, цель какая-то, да, ну, и обычно у человека и то, и другое, естественно, есть, да, вот я называю, там, точка А и точка Б, но с точки А хочется попасть в точку Б. Соответственно, если он приходит с каким-то физическим диагнозом, да, мы знаем уже заранее, что дело-то не в том состоянии тела, не в том диагнозе, с которым он пришел, потому что это всего лишь процесс, который изначально был отреагированием на какое-то конкретное событие, с которым человек не справился, которое стало для него конфликтом, который превратился в стресс, который был вытеснен, оказался в итоге в теле. Ну, и вот теперь человек смотрит на эти последствия, да. Ну, и не хотелось бы быть банальным, да, но по большому счету есть такая фраза, да, которую психоаналитики очень любят, да, что обычно, ну, если человек пришел с диагнозом, он уже пришел поздновато, потому что как бы это надо было очень долго терпеть. А вообще современные люди очень терпимые, они долго-долго терпят, годами терпят, потом, наконец, тело у них начинает уже ломаться и болеть, и тут они такие, ой, что-то с телом не в порядке. Ну, тело, оно вообще очень устойчивое у нас, у них есть там такая, да, защита от дурака, но тоже свой ресурс рано или поздно тоже заканчивается, да. Ну, и, соответственно, если мы опять вернемся немножечко к теории Хаммера, у нее есть там такой первый закон, который формулирует то, в каком случае у человека, ну, это превращается, да, во что-то болезненное или не превращается, да. Первый закон Хаммера или первый закон новой психосоматики, он формулируется очень просто, что любая вот эта специальная целесообразная биологическая программа запускается так называемым биологическим шоком сразу на трех уровнях, да, на уровне там психики, на уровне мозга, на уровне органа конкретного, и у нее есть совершенно определенные признаки. И вот признаков этих всего пять на самом деле, ну, по крайней мере, я насчитал пять, да, в разных школах там разное количество этих признаков называют, да. Это произошло неожиданно, то есть человек этого не ожидал. Ну, если бы он ожидал бы, то у него был бы какой-то рецепт, как с этим справиться, да, раз он с этим не справился, значит, это было неожиданно. Это неконтролируемо, то есть это произошло не потому, что он это запланировал, там, а не пойду-ка я, да, вот себе устрою тут какое-то событие. Это очень драматично, то есть это очень сильно его эмоционально задевает. Очевидно, что в этой ситуации нет у него решения на каком уровне. И еще есть последний такой фактор, что даже если все эти вещи случились, да, все равно человек, существо социального, может за помощью к кому-то обратиться. И, как правило, вот есть такой фактор изоляция. То есть человек не по какой-то причине он не смог в тот момент найти какую-то поддержку. Это может быть разные могут быть причины, да, может быть событие такое, что он его там как-то дискредитирует. И вот получается такая ситуация, да, что если стресс оказался внезапным, то есть человек не подготовился, не имел ресурса, чтобы с ним справиться. изолирующим, то есть никто ему в этот момент не помог по какой-то причине, может быть, потому что он сам не попросил, может быть, просто он там, не знаю, в таком возрасте был, что он не мог как-то попросить. Он попадает в результате в замешательство, не может найти никакой стратегии решения, и тогда стресс становится биологическим шоком. И тогда, ну говоря современными терминами, программное обеспечение мозга, то, что я называю генетическая сущность, берет управление реакцией человека на себя и начинает аварийно запускать в теле программы более низкого вот этого архаичного уровня. Архаичные, биологически целесообразные программы спасения жизни, которые мы знаем под названием болезни. И вот если посмотреть на схему Хаймера, да, примерно половина известных в медицине заболеваний, я сейчас эту схему чуть попозже покажу, соответствуют описанной ситуации, да, а в новой медицине называются симптомами активной фазы, то есть фазы конфликта. Вот, и мы говорим, что мозг, он всегда пытается дать человеку возможность решить как-то конфликт, справиться с ним, да, он как бы получается утилизирует все эти переживания зарядов, какие-то локальные процессы в органах тела, причем определенным типом зарядов соответствуют определенные органы тела, что у Хаймера в схеме и описано. Вот у него есть такая здоровенная схема, таблица есть такая настенная и атлас. Только там не химические элементы, да, а там эти органы, где все это подробно описано. Вот, а если конфликт вот по тому определению, которое я дал, он уже исчерпан, на всех уровнях завершился, то есть угроза исчезла, стала частью прошлого, иногда бы это само собой случается, иногда благодаря тому, что человек все же нашел решение, да, воспользовавшись этой отсрочкой, которую мозг ему дал, и мозг запускает механизм остановки этой биологической программы, вот, и механизм тоже работает совершенно определенным образом, проходя через определенные стадии, а все вместе называется фазой восстановления или фазой ремонта. И вот оставшаяся половина известных болезней соответствует фазе вот этой вот самой, да. Вот, ну вот я, наверное, здесь вот будет интересно как раз сейчас вот посмотреть на эту картинку. Есть такая большая красивая картинка, в которой, конечно, вам сейчас будет ничего не понятно. Вот, она называется «Компас германской новой медицины». Это вот схема, в которой, в принципе, фактически изложена вся суть того, что Хаммер открыл и описал. Ну, давайте на нее посмотрим, я попробую вас провести через... Там у него есть вот эти законы, так называемые, да. Их всего пять, на самом деле. Вот мы сейчас все пять попробуем проговорить. Закон номер один. Он говорит о чем? Что любая специальная биологическая целесообразная программа, или мы можем в скобочках, ну, себе где-то в мозгу сделал ссылочку, болезнь, да, хотя мы этим термином не пользуемся, она вызывается внезапным биологическим шоком. Там такой есть красный треугольник, видите, с такой молнией, да, написано внезапный биологический шок. Там еще в скобочках написано СДХ, это расшифровывается как синдром Дирка Хаммера. Дирк Хаммер это был сын доктора Хаммера, который умер у него на руках в возрасте, по-моему, 18 или 19 лет, что, собственно, для него и было биологическим внезапным шоком, да, потерять своего там. Это был его старший сын, первенец, вот после этого он заболел раком, у него был рак яичка. И из-за того, что это так скоропостижно случилось, и, видимо, так сильно его потрясло, он был такой, ну, сейчас, он в 2017 году умер, доктор Хаммер, да, но вот когда он еще был жив, все про него говорили, что он такой был очень здоровый мужик, никогда ничем не болел, похож был на игрока регби, такой шкафообразный был товарищ, вот, и, видимо, для него, для самого это было очень странным, он всю жизнь работал врачом, до 50 с чем-то лет, вот, прежде чем он пришел к своему открытию, и вот как-то так, да, из здорового состояния резко перейти в нездоровое, для него это было очень удивительно, и он стал это исследовать, и стал подозревать, что это как-то связано с его состоянием, потом от этого как бы все и произошло. Вот, собственно говоря, первый закон, еще раз его проговорим, чтобы было понятно, да, что любая программа, она запускается не просто так, ни с того, ни с сего, потому что иногда, опять же, читая некие статьи медицинские, можно встретить такой посыл, да, что рак это такая ужасная штука, он может случиться с кем угодно, когда угодно, безо всяких видимых причин, просто вот вы идете по улице, закололы в боку, да, и вы там бах, приходите, и у вас страшный диагноз, и вот нужно ходить и бояться, что, в принципе, само по себе, ну, абсолютно не соответствует истине, как говорил один известный литературный персонаж, ни на кого никогда, ни с того, ни с сего, кирпич на голову не падает, вот, то же самое касается болезни, да, никто никогда просто так, ни с того, ни с сего, не заболевает, и я знаю, потому что я вот когда общался, ну, с теми людьми, которые ко мне приходят, они мне говорят, ну, как же, вот у меня там был дядя, там, или тетя, вот, был, абсолютно у него все было хорошо, все было благополучно, и вдруг он бах, и скоропостижно, там, сгорел и умер, там, за месяц, там, или за два, как же так, вот, у него же ничего в жизни не происходило, и я всегда им говорю, ну, на самом деле, возможно, именно потому, что вы не знали, что у него произошло, поэтому это и случилось, скорее всего, да не то, что скорее всего, я абсолютно в этом убежден, что он просто вам не рассказал, что на самом деле случилось, поэтому оно и случилось, если бы он, возможно, с кем-то поделился бы, да, это же, как вы помните, один из факторов, изоляция, если бы он с кем-то поделился, то, возможно, ну, события пошли бы другим путем, но, как правило, да, уже поздно об этом говорить, к этому моменту. Второе, что мы на схеме можем увидеть, вы видите, такие, да, вертикальные, пунктирные линии, да, и там видно две фазы, вот одна, видите, ну, сначала я поясню, да, самая левая часть, вот левая четверть получается, да, там идет такая вот синусоида, вверху написано день бодрствования, внизу написано ночь, покой, да, это попытка описать то, как работает нормальный человеческий организм, то есть в течение, условно говоря, дневной фазы, он испытывает некий умеренный уровень стресса, да, бодрствования, там что-то происходит, да, это примерно соответствует, так называемой, активной фазе существования организма, да, активной фазе нашей жизни, а ночью, соответственно, да, наступает ночная фаза, тоже очень важная, ну, мы тут за час в это погрузиться не сможем, на семинарах я обычно там подробно объясняю, какие процессы запускаются на активной фазе, да, какие вот на фазе покоя, но в принципе это нормальное совершенно существование человека, да, там примерно половину времени, условно говоря, он бодрствует, примерно половину времени он отдыхает, и так функционирует организм, да, в ночной фазе он работает с внутренним миром, с микромиром, с миром клеточным, с телом, как оно выглядит изнутри. Днем мы работаем с макромиром, с внешними ситуациями и стараемся какой-то баланс поддерживать. А потом внезапно вдруг происходит вот этот вот шок, синдром Дирка Хаммера. Что происходит? Происходит интересная вещь. Получается, что у человека на активной фазе конфликта возникает ситуация такая, что он не может перейти вот эту нижнюю фазу, фазу покоя. Но по очевидной причине эта ситуация для него представляется угрожающей выживанию. Он не может взять и лечь поспать, отдохнуть и подумать. Да, ему нужно эту ситуацию срочно решить. Именно потому, что она угрожает его выживанию. И получается, что он как бы застревает в фазе бодрствования. И вот это изображено вот этой синей частью. Там еще нарисована такая вот мишенька. Я потом расскажу. Это так называемый фокус Хаммера, который наблюдается на компьютерной томограмме. То есть все то, что там у Хаммера описано в его выкладках, на самом деле это можно увидеть на компьютерной томограмме мозга. Это тоже для него был существенный фактор, доказательство того, что он не занимается какой-то эзотерикой и рассказывает какую-то известную теорию, что вот там эмоциональный конфликт как-то отражается на теле. Это же там известно тысячу лет. Он говорил, нет. Вот этот очаг Хаммера, он возникает в совершенно конкретной области мозга, которая называется реле. И это реле управляет совершенно конкретным органом. И можно показать, что вот эти три фазы, то есть три уровня точнее, психологический конфликт, реле, который находится в мозге и конкретная реакция, конкретная программа в органе, они совершенно четко идут в связке. Триада так называемая, есть такой термин триада. Вот в зависимости от того, какой конфликт у человека произошел, у него там разные органы могут, соответственно, включиться в этот процесс. Ну и, соответственно, мы понимаем, да, что если это там чуть выше написано, что есть там четыре вида тканей, это уже эмбриология. И вот две из которых соответствующие древнему мозгу и стволу мозга, это энтодерма и старая мезодерма, так называемая, они всегда реагируют одинаково. Они на активной фазе конфликта реагируют размножением. Вот. И, соответственно, мы можем предсказать, где находится, зная диагноз, можем предсказать, где находится реле, то есть где мы на компьютерной томограмме увидим вот такую вот фигуру. И, соответственно, какой примерно конфликт, из какой хотя бы категории конфликт у человека произошел и как давно он произошел. Ну и мы понимаем, что на этом этапе, если человек конфликт не решит, теоретически он может на этом этапе и тело и лишиться, ну потому что размножение, рост опухоли, оно же не может происходить бесконечно, да, то есть где-то есть предел, после которого организм понимает, что, ну, все уже, приехали, да. В принципе, как я говорю, с точки зрения теории естественного отбора, тут все просто. Человек, когда приходит к тебе с диагнозом, в каком-то смысле он является в этот момент участником такого соревнования, да, кто первый добежит. Он первый добежит до точки B и решит свой конфликт, или организм первый добежит до той точки, когда он посчитает, что точка невозврата пройдена, и данную конкретную биологическую особь нужно просто ликвидировать. С точки зрения человеческой морали, с точки зрения того, что мы знаем о себе, не знаю, там, о своих детях, о тех людях, которые болеют, звучит это очень ужасно. Но нужно понимать, что с точки зрения биологии ценно не конкретное существо, не конкретная биологическая особь, да, вот эта, а ценность сохранения выживательного генетического пула. Если у этого конкретного организма произошел конфликт, с которым он не справился, то как бы логично с точки зрения биологии данную особь ликвидировать, потому что, ну, зачем она такая нужна, неприспособленная, да, потом еще дорожает таких же неприспособленных. Соответственно, эти невыживательные гены будут потом в поколениях воспроизводиться. Поэтому звучит цинично, но вот биологическая этика, она такая очень простая и прямолинейная, да. Это, конечно, ужасно осознавать, когда смотришь на маленьких детей, например, которые болеют онкологией, и ты понимаешь, что, да, вот они тоже сейчас, ну, с маленькими этими это вообще отдельная история, да, маленькие дети, они, как правило, это же санитары своих родителей, да, они решают проблемы не свои, это не у них конфликты, это у родителей конфликты, и это еще ужаснее, да, это осознавать. Но, тем не менее, если мы посмотрим по схеме, предполагается, что в какой-то момент человек эту проблему решает, может быть, пропадает какой-то внешний фактор, который ему этот конфликт создавал, может быть, он внутри как-то там, да, что-то, какую-то практику использует для того, чтобы по-другому начать это воспринимать, эту ситуацию, и конфликт решается, да, и там на схеме мы видим такой зеленый треугольничек с восклицательным знаком, у Хаммера это называлось конфликтолиз, да, разрешение конфликта, и после этого запускается восстановительная фаза, вот она такая там в виде таких двух красных полукругов, и посередине там, да, синяя такая, синяя такая гулька торчит, да, критическое состояние. Она состоит, на самом деле, из трех подфаз, да, есть фаза отека, так называемый эпилептоидный кризис и фаза рубцевания. И там тоже изображены, ну, это как бы понятно, это уже не предмет нашей маленькой презентации, тем не менее, тоже можно определить по компьютерной томограмме в какой фазе находится данная конкретная ситуация, то есть она все еще активная, и это означает, что в данном случае терапевт должен максимально как-то так человека подвести к осознанию того, в чем этот конфликт состоит и как из него выйти, или это уже восстановительная фаза, да, в принципе, человека можно поздравить и сказать просто доверяйте теперь своему телу, потому что оно уже идет к выздоровлению, нам теперь осталось только убедиться, что у нас нет никаких вот этих остаточных эмоциональных зарядов, которые могут активироваться какими-то вторичными событиями в жизни, да, нам нужно просто с ними справиться, вычистить все это, да, и немного подождать, может быть использовать какую-то вспомогательную терапию, да, чтобы тело как-то лучше эти фазы проходило легче, но мы уже пошли к выздоровлению. Собственно говоря, это второй закон Хаммера, да, что любая болезнь состоит из двух фаз, и мы можем, как я уже там говорил мимоходом, да, что все известные диагнозы можно поделить вот на две эти категории, да, это болезни активной фазы конфликта и болезни восстановительной фазы конфликта. И тут единственное, что немного такое происходит, ну, я бы даже сказал, что некий обман в терминах происходит, потому что восстановительная фаза вовсе не означает, что человек выздоровеет обязательно, потому что все зависит от того, как он обошелся с тем конфликтом, который изначально случился у него, потому что, ну, если бы у человека был бы один конфликт на всю его жизнь, как может быть когда-то было у каких-нибудь кроманьонцев, да, там за всю жизнь у него один конфликт случился, там, да, за ним гнался тигр и не догнал его, и он после этого заболел. А у нас эти конфликты происходят там пачками, каждый день постоянно человек, у него это все активируется, реактивируется, реестимулируется, в терминах хаммер это называется треки, да, то есть есть какие-то вещи, которые реактивируют процесс снова и снова, и поэтому вот эта вот простая схема, она в реальности, она может выглядеть очень запутанной, да, то есть, грубо говоря, представьте себе вот такую же схему, которая там десяток раз наложена друг на друга, причем вот со сдвигом, да, и все это как-то суммируется, поэтому иногда бывает очень трудно понять, что у человека происходит, и приходится с ним достаточно большую работу по сортировке всего этого производить. Вот, я вот немножечко это говорил уже немножечко, да, у нас там, ну, еще есть время, да, можно немножечко такую рассказать следующую вещь, потому что следующий третий закон, он говорит о том, что есть вот разные виды тканей, они предсказуемым образом реагируют на каждую фазу конфликта. Я уже упоминал, да, что таких видов хаммер выделил четыре, они соответствуют четырем областям мозга, реле, в которых находятся эти реле, это ствол мозга энтодерма, да, внутренний зародышевый лепесток, это старая мезодерма, реле управления, которое находится в мозжечке, это новая мезодерма, реле управления, которое находится в подкорке, и это эктодерма, у которой реле находится в большом мозгу, в коре находится. Вот, и соответственно, они там соответствующим образом реагируют. Я иногда делаю такую тоже инсценировку, она очень такая интересная и увлекательная. Вот представьте себе, что где-то в первичном океане возникла некая жизнь. И вопрос номер один, а как мы определим, что это какая-то такая медуза или какое-то очень примитивное существо, которое плавает в этом первичном океане, что оно живое, а не мертвое? У него есть определенные функции, по которым об этом судят. И первое, что мы понимаем, оно, наверное, что-то кушает, как-то это переваривает, и какие-то есть у него экскременты. То есть есть желудочно-кишечный тракт, как бы он ни выглядел. То есть какая-то трубка вот отсюда входит, отсюда выходит. Кроме того, как правило, да, оно размножаться должно, потому что если оно размножаться, то есть если нет репликации, то тоже это неживое существо, то есть это половые органы. И как правило, оно еще дышит, то есть есть какой-то химический обмен с окружающей средой. Если вы на схеме Хаммера увидите, то вы увидите, что вот как раз эти органы, то есть весь ЖКТ практически, половые органы, легкие, да, они у него покрашены в желтый такой канонический цвет. Это означает, что они управляются стволом мозга, что они относятся к энтодермическим тканям. И у них всегда один и тот же паттерн реагирования. То есть если вот эта наша кишка такая плавает в первичном океане, то понятно, что на любой стресс она реагирует всегда одинаково. Как? Она начинает увеличиваться, да. То есть если ты не можешь там что-то проглотить, ну увеличься тогда, да. Немножишь размножиться, ну тоже там увеличь так, чтобы было за километр видно, что ты собираешься тут размножаться. Да, если не можешь там дышать, ну легкие, значит, нужно сделать, огромные какие-то, да, если там кислорода не хватает. То есть паттерн совершенно архаичный, совершенно понятный, да. И он для этой кишки, для медузы, он никакого вреда не приносит, да. То есть быть большой медузой лучше, чем быть маленькой медузой, да, ты по-любому выживаешь. Вот. Ну а тебе представьте себе, да, вот она там плавает, да, питается какой-то неорганикой, и в какой-то момент она соображает, а зачем ей неорганикой питаюсь, лучше же лопать там соседей, они же вкуснее, чем камешки там зеленые какие-то, да. Ну и они начинают лопать друг друга, появляются жертвы и хищники, и в какой-то момент возникает необходимость как-то защищаться. И вот возникает новая ткань, да, старая мезодерма. Старая мезодерма – это разные оболочки. Вот у нас, если вы знаете, в теле все органы, они разложены по мешочкам, да. То есть есть там плевра, брюшина, перикард, там мозговые оболочки, дерма, вот самый большой такой мешок, в котором все тело. И это именно оболочки, функция которых – это защита, защищенность, да. То есть если мы берем вот эту энтодерму, желтую, управляемую стволом мозга, мы понимаем, что все базовые конфликты, связанные с этими органами, этими тканями, они всегда будут про что? Они будут про выживание, да, там про размножение, про нехватку какую-то, да, чего-то. То есть это все такие процессы, которые относятся к тому, что если этого не будет, то все, смерть, да. Ну там единственное, что может быть оговорка, что если это касается размножения, то смерть как бы не прямо сейчас и со мной, да, смерть просто, ну вот я отжил, как бы и дальше никого потомства не оставил, все, как бы, да, моя линия закончилась. Это то же самое с точки зрения генов, это все равно смерть, да. То есть это все такие смертельно опасные конфликты, связанные с выживанием. С оболочкой немножко другое, да, то есть аспект появляется некой защищенности. Как правило, люди, которые, ну скажем, я не знаю, там, понимаете, например, можно взять там меланому, к примеру, да. У меня было несколько клиентов с меланомой, и там всегда вот этот вот есть конфликт незащищенности, когда человек имеет конфликт, когда на него смотрят, ему кажется, что все там видят его насквозь, что это какой-то позор, что все могут понять, что у него там внутри, там и так далее. То есть некое такое конфликты, связанные с проникновением, с вторжением в его личную область, с нарушением его границ, да. Я думаю, что эта аналогия вполне видна биологически, как это происходит. Ну вот эти организмы разложили все свои важные, жизненно важные органы по мешочкам, да, стало как-то немножечко попроще, да, научились защищаться от агрессивной внешней среды. Дальше что происходит? Ну дальше как-то хочется, да, обрести некую опору. Вот дальше. И, кстати говоря, у вот этой старой мезодермы тоже паттерн реагировал точно такой же. Понятно, что если я не защищен, да, и у меня возникает конфликт защищенности, что лучше сделать? Ну толстить, там, да, увеличить эту оболочку, да. Чем она больше, чем толще, тем лучше же, тем я защищеннее буду, тем круче все это будет. Поэтому ткани, которые вот я перечислил, эти органы, да, они реагируют тоже всегда размножением на активной фазе конфликта. Вот. Дальше у нас идет, так называемое, белое вещество мозга, следующий реле и следующая часть организма. Ну, если говорить обыкновенными терминами, которые всем известны, это опорно-двигательный аппарат. То есть в какой-то момент организм понимает, что, ну, как бы болтаться вот медузой, там, где-то, будучи там, да, в полной власти, там, течении и так далее, не очень-то интересное занятие, хорошо бы там иметь какие-то конечности, да, у них начинает появляться там скелет, мышцы и еще там что-то такое, да, в общем, опорно-двигательный аппарат. И тут интересная такая вещь появляется, что здесь у нас как раз-таки прямо обратные происходят. Видимо, так устроено, что опорно-двигательный аппарат, он не является жизненно важным чем-то. Я все время вспоминаю, есть такое, есть кино, сравнительно такое свежее, называется «Вселенная Стивена Хокинга». Вот, и там есть такой момент, когда его друг несет его на руках, там, на какое-то празднование, а празднуют они то, что у него там третий ребенок родился. И он унесет полностью парализованного и говорит ему, я говорит, не понимаю, как ты же, вот у тебя же вообще, как, третий ребенок-то откуда? А Стивен Хокин так усмехаясь говорит ему, а это другая система. То есть получается, что как бы опорно-двигательный аппарат, он не является жизненно важным с точки зрения выживания как такового, да. И поэтому, когда такой конфликт происходит, организм делает интересную вещь. Он как бы, получается, делает ресет. То есть он его как бы ликвидирует. Здесь написано, видите, утрата ткани, да, отмирание, изъязвление. А потом, когда конфликт решается, он, по идее, эту функцию восстанавливает. Но другое дело, что, ну, вот, видимо, в конкретно случае Стивена Хокинга, да, несмотря на то, что он прожил поразительное количество лет, ну, для того диагноза, который у него был, тем не менее, да, все равно он умер и была все равно у него прогрессия. То есть, видимо, исходный конфликт решен не был. Вот такая интересная вещь. То есть получается, ну, и то же самое относится к эктодерме. То есть если дальше эту вот аналогию продолжить, вот наша кишка, да, разложила все свои органы по мешочкам, приобрела опорно-двигательный аппарат. Ну, и следующее, что у него возникает, у него возникают внешние покровы, то есть слизистые, кожа там и так далее. И это уже область вот как раз человеческих отношений. То есть все, что связано с кожей, с кожными заболеваниями, это, как правило, конфликты человеческих взаимоотношений. То есть это всякие там расставания, утраты, сепарации или, наоборот, насильственный контакт, вот всякие такие вещи. Там у Хаммера это, конечно, все намного подробнее описано. Но вот примерно мы можем выделить четыре общих категории, да, конфликтов. Там где-то у меня даже, кстати говоря, есть картинка, где-то предыдущая, здесь вот, где вот тут прям все в соответствии приведено, да, вот изображен человек в виде той же самой ракеты, которую я вам уже показывал, да, и примерно вот изображен мозг и показано, да, что есть ствол мозга, энтодерма, конфликты выживания, да, кусковые конфликты вот не смог проглотить, не смог откусить, такие вот вещи. Есть там еще, кстати, вот средний мозг, который тоже, то есть, как к энтодерме, это конфликт продвижения куска, это вот там обычно тоже с кишечником бывает связано, с гладкой мускулатурой. Есть старая мезодерма, это целостность и защита, основная тема конфликтов. Есть вот эта подкорка, новая мезодерма, это вот ценность, достоинство, сила, да, опорно-двигательный аппарат. И кора мозга, это эктодерма, контакты и территория. Вот что-то такое происходит всегда. И вот, и мы можем заранее, сейчас еще раз к 7 вернемся, да, можем заранее предсказать, глядя на диагноз, мы можем предсказать, особенно если у нас есть в доступе компьютерная томограмма, можем сказать, какого типа конфликта у человека произошел, когда примерно он произошел и находится ли он в активной фазе или в восстановительной фазе так называемой, да, просто глядя на диагноз и глядя на компьютерную томограмму. И это тем самым доказывает, собственно, то, с чего я начинал сегодняшнюю трансляцию, да, то, что эта программа, она происходит предсказуемо, что она запускается мозгом и она запускается в ответ на определенные внешние события. То есть это не что-то такое, что происходит просто само по себе. Конечно, в реальности, работая с человеком, приходится очень много чего перебирать, но это не меняет того факта, что эти законы соблюдаются, да, вот мы их три проговорили на данный момент, проговорю еще раз, да, что любая специальная биологическая программа запускается внезапным биологическим шоком всегда, что любая биологическая программа проходит через две фазы, да, это активная фаза и постконфликтная фаза, вот так они называются правильно, да. Третье это то, что ткани, которые есть у человека в организме, да, всего их счетом 4 выделяет Хаммер, что они реагируют абсолютно предсказуемым образом, и нужно просто знать, что за ткань рассматривается, да, по которой там диагноз поставлен. Есть еще четвертый закон Хаммера, который говорит о том, что даже так называемые инфекционные заболевания, если они связаны с нашей внутренней флорой или фауной, как она правильно называется, в общем, с нашими внутренними друзьями. У каждого человека в организме к нашему ужасу находятся от 4 до 5, у некоторых больше килограмм микроорганизмов, вот без которых, кстати, наш организм не функционировал бы вообще, в частности, пищеварительная система вообще бы не смогла бы функционировать, если бы мы были внутри стерильными. Поэтому, кстати говоря, забегая вперед, когда вы слушаете вот эти вот сказки, там, знаете, там кругом паразиты, нужно выводить паразитов, ну, это не паразиты, это ваши симбиоты, так называемые. И Хаммер, четвертый закон Хаммера утверждает, что симбиоты также действуют по указанию мозга, то есть они участвуют в тех процессах, которые нужны мозгу, ну, для реализации либо активной фазы конфликта, либо постконфликтной фазы. Есть еще пятый закон, который говорит, что во всем этом есть биологический смысл. Это отдельная очень интересная тема, потому что в значительной степени это такое, знаете, некое умственное моделирование, то есть понять, в чем состоит биологический смысл. Там вот сбоку, вот я практически все, что на схеме, умудрился проговорить, да, сбоку есть такая, видите, графата, написано «биологический смысл». Для некоторых органов этот биологический смысл находится в активной фазе конфликта, ну, практически вот трех видов, да, иногда находится в конце постконфликтной фазы, но всегда есть какой-то биологический смысл. И биологический смысл определяется вот такими простыми параметрами, да, то есть если посмотреть на это не с точки зрения человеческого конфликта, А с точки зрения органа, который реагирует на определенные события, например, начинает там разрастаться, скажем, да, с точки зрения органа это абсолютно правильное биологическое реагирование. Мы не можем сказать, что это какой-то сбой в ее программе. Нет, эта программа изначально там была, она миллионами лет эволюции была туда заложена, и поэтому он реагирует так. Другое дело, как это мы так допустили, чтобы организм попытался за нас решать наши человеческие проблемы своими вот этими специальными архаичными биологическими программами, которые совершенно здесь ничего не решат, как вы понимаете, потому что конфликт не на уровне тела находится. Вот, ну, единственное, что я здесь не проговорил, что есть еще вот такие названия, которые, если вы в эту тему будете вникать, которые иногда употребляются, да, что активная фаза конфликта еще иногда называют холодная фаза специальной биологической программы. У них есть определенные признаки, да, это вот потеря аппетита, бессонница, гиперактивность, холодные конечности, то есть все то, что соответствует реакции человека на текущий конфликт, который угрожает ему прямо сейчас. А постконфликтная фаза называется горячая фаза, когда у человека появляется аппетит, он становится сонливым, у него поднимается температура. У него горячие конечности, это означает, что у него происходит процесс восстановления. И это тоже странно, потому что если у вас заболел ребенок, если он температурит, как ни странно, в принципе, это хорошая новость. Это означает, что конфликт, был какой-то конфликт, он исчерпался, сейчас он просто уже восстанавливается после этого конфликта. Другое дело, как вы понимаете, насколько он это осознает, потому что если этот человек не осознает, то он может попасть в замкнутый круг. Наиболее, кстати, характерный замкнутый круг, но вообще надо сказать, что сам Хаммер был антимедицинщик, да, такой он, поскольку, там, он свою теорию, когда создавал, против него очень сильно стали, там, как-то бороться, да, там, доказывать, что он неправ, там, и так далее. Он, в общем, как-то на этой тоже стезе далеко ушел. Он говорил, что, например, самый тяжелый конфликт, да, который у человека бывает при какой-то болезни, там, это конфликт, это называется конфликт постановки диагноза. Вот представьте себе, человек приходит, например, да, а у него там, ну, какая-то болезнь, которая соответствует восстановительной фазе конфликта. Я не знаю, там, ну, вот характерный пример, если у меня там есть знаменитые видео в интернете, которые все смотрят, про туберкулез. Да, туберкулез – это восстановительная фаза конфликта, страха смерти и безысходности. На активной фазе, там, это легкие, да, я говорил, легкие – это вот желтая ткань, это ствол мозга. На активной фазе идет разрастание, это, может быть, рак неодиагностированный. она в основной фазе идет туберкулез но как мы знаем туберкулез штука довольно страшная да и в общем то там лечение не помогает иногда бывает замкнутый круг какой я это сам просто пережил потому что у меня был близкий человек который от туберкулеза умирал когда ты приходишь туберкулез куда эти прямым текстом говорят ну все вам конец вы умрете да и как вы все вот вы пришли да там авторитетный человек сидит в белом халате данга то чего я просто помню у меня у самого конфликт на эту тему произошел когда с врачом просто разговаривал это чё какие у вас надежда вас надежды никаких нету все это капец это что получается получается что и к 5 2 внезапный биологический шок сначала обнаружит у нее туберкулез да если за кого-то неосознаваемого конфликта он пошел к врачу а врач ему говорит ну так вы умрете у него запускается второй активный конфликт который ну я умру причем он прямо соответствует тому конфликт который у него так уже был по идее ну и все попадает к он как белка в колесо попадает у меня получается такое постоянное то есть каждый раз когда начинает думать о том что он умрет у нее активная фаза включается каждый раз к ночью ложится спать и засыпает у него восстановительная пост конфликтная фаза включается но и долго там организм эту болтанку выдержит недолго и поэтому часто в терапии первое с чем работают да это когда человек приходит спрашивает а как вы узнали о том что вы болеете у меня были случаи реальные которые я там документировал даже до когда человек заболел именно после обращения обращения к врачу то есть он пришел прекрасно себя чувствуя анализы что-то показали ему так рассказали про эти анализы что через там какое-то время он понял что он все как бы с таким анализом то не живу когда до этого как-то жил да ну видимо поскольку не сдавал анализа поэтому кстати многие люди анализов боятся потому что лучше ходить вообще ничего не знать как бы до чем прийти и узнать что ты скоро умрешь так хоть умрешь спокойно ну это на самом не смешно потому что действительно это очень такая болезненная тема ну вот наверно про вот эти вот пять законов то что я мог рассказать я пожалуй что и рассказал единственно что ну да все остальное пожалуй уже будет на на перегрузкой на этом этапе поэтому нам можно посмотреть и на вопросы до темноса время подошло как в аптеке можно посмотреть на вопросы давайте попробую поотвечать на ваши вопросы так сейчас у меня тут на экранчике есть вопросы я буду их озвучивать да если вдруг я прошу заранее прощения возможно некоторые вопросы я не смогу на них ответить вот так прямо до в прямом эфире я постараюсь ответить в том объеме в котором это возможно в рамках трансляции вот если что ну свяжемся так таня гельблинг спрашивает сейчас ребенку два с половиной года примерно год назад сильнейший пик истеричных конфликтов был у меня с моей мамой после каждого ребенка язвочки во рту у меня то с позвоночником то травма ребенка еще кормила грудью уже не смогла справляться обратилась в терапию прорабатывал отношения реакции мои родовые темы сейчас наблюдаю ребенка свои состояния которые испытывала мы станем острые ушли в ребенке проявляются как распознать что выгрузится в ребенка и какое последствия возрастной жизни он с этого возьмёт и какие выгрузится в меня вот кстати да наиболее характер ну вопрос такой смотрите и это очень важный кстати момент человек биологическая система под названием человек она крайне устойчива поэтому это еще один такой момент который вот не устраивает тех людей которым нужна полная научность потому что научная гипотеза должна предсказывать последствия на самом деле если у человека случилась какая-то ситуация даже если она соответствует всем критериям биологического шока да и там по всем параметрам попадает и так далее это вовсе не означает что у человека будут какие-то последствия возможно последствий не будет никаких вообще в 99 до запятая 9 9 много девяток после запятой процентах случаев никаких последствий у человека не возникает потому что он слишком устойчив то есть для того чтобы у человека какие-то последствия возникли да это нужно там особое сочетание обстоятельств скажем так вот и соответственно получается что получается что мы никогда не работаем на предсказание никогда мы всегда берем то что есть и раскручиваем цепочку на обратно то есть когда у меня человек спрашивает а как распознать там до что там в ребенке выгрузится что не выглядит никак на самом деле вы не можете это распознать человек слишком сложная система слишком много параметров на это влияет я могу вас ну успокоить и утешить в большинстве случаев никаких последствий не будет Мы работаем только с теми случаями, когда последствия уже есть. А если хочется просто как-то профилактикой заниматься, ну, профилактикой как раз заниматься приятно и полезно, зная теорию германской новой медицины и понимая, что любое эмоциональное переживание нужно обязательно как-то проработать, вывести из категории травматических переживаний, не оставлять это где-то там вытесненным в сознании, а просто посмотреть на это, как есть, понять и простить, принять, воспроизвести и отпустить, чтобы внутри было полное спокойствие, понимание того, что здесь никаких эмоциональных хвостов не осталось. Вот и все. То есть это вот все, что я могу сказать. А так мы всегда работаем наоборот. Мы работаем от диагноза к причине. Мы никогда не работаем от причины к диагнозу. То есть мы никогда не делаем то, что делают врачи. А, у вас случился вот тут травматический эпизод, теперь вы заболеете. Нет, вовсе не обязательно. Так, Олег, прободная язва желудка вдруг на фоне нормы. Вот опять же вдруг. Ну, на самом деле есть много еще нюансов, которые у нас просто в рамки нашего вещания не влезут. Есть еще определенная периодичность того, как работает наш организм. То есть бывает такое, что мы же должны понимать, да, что если какой-то конфликт активировался на уровне тела, то ведь этот конфликт в каком-то смысле является слепым пятном. И это в 99% случаев, когда человек приходит, да, вот условно говоря, если я попробую поиграть в волшебника, да, и экстрасенса, возьму таблицу Хаммера и скажу, у вас там прободная язва желудка, открываем, там, открываем схему Хаммера, да, и говорим, что такое, да, это непонимание в кругу близких людей. Скорее всего, в рамках семьи, которая в активной фазе конфликта находится, потому что язва бывает в районе эктодермы, это активная фаза конфликта. И иногда бывает такое, что я это проговариваю, и там процентов 5 или 10 людей говорят, вау, так оно и есть, ведь действительно у меня такой конфликт был. Но в большинстве случаев человек скажет, ничего такого не было, никогда ничего такого не было. У меня был вот совершенно такой удивительный случай, когда, ну, при свидетелях это происходило, когда пришла дама, у нее был диагноз свежепоставленный рак груди, считается в психосоматике, что сравнительно простая ситуация, там, рак груди, это разорение домашнего гнезда, какой-то страх, связанный с ребенком, и ребенок у нее был, и стали ее спрашивать, там, что случилось с ребенком, да, и она говорила, нет, с ребенком все в порядке, я сама читала книги Хаммера, я знаю, что да, вот проблемы какие-то с ребенком, сама вот сидела там, озадачена, не знала, в чем дело. Вот, и 40 минут она выгружала разные там эпизоды, что-то из жизни вспоминала, и вдруг потом, через 40 минут она вдруг вспомнила, что за 2 недели до того, как у нее этот диагноз появился, у нее там ребенок получил травму в спортивной секции, ему там сломали руку в 7 местах, и что ребенок до сих пор ходит в гипсе. И она остаток сеанса просто сидела и говорит, как я это могла забыть, он каждое утро приходит на завтрак, и у нее этот гипс на руке, и это случилось вот именно там в марте, когда это произошло, точно ведь, как я это могла забыть. Этот феномен называется слепое пятно. То есть человек, в принципе, действительно абсолютно искренне будет вам говорить, что ничего такого не происходило. И это уже искусство терапевта, да, как его подвести к осознанию и пониманию того, что на самом деле у него там произошло. А так-то, да, можно поиграть в предсказателя, сказать, что вот это от этого, это от того. И получится немножко как в этих мемасиках, да, про этого, про Шарикова, который там к профессору Преображенскому приходит, говорит, ну что там непонятно-то, да, гнев там в печени, там это в том, что вы там в университетах-то учились. На самом деле, не знаю, к радости или к печали, да, к сожалению, так не получается. Подскажите, пожалуйста, если эндометриодные кисты на яичниках увеличиваются, это какая фаза? Я могу немножко пояснить. Когда ко мне приходит человек, да, ну с каким-то диагнозом, да, то есть я беру некое время, беру некую паузу, потому что я не занимаюсь гаданием по схемам Хаммера. Есть такая специальная анкета, которую человек заполняет, да, он там прописывает там историю жизни, особенно тот период, который предшествовал возникновению этого диагноза, да, я просто смотрю, что там есть. Там много чего в этой анкете есть такого, да, и потом я беру спокойно, открываю медицинский справочник, да, открываю там тот справочник, который я сам составлял для себя, для своих студентов, и смотрю, да, к какой ткани это относится и так далее. Вообще говоря, ну, я опять же могу поиграть в предсказателя, да, и сказать, что вообще эндометриоз, как это уже женский конфликт называется, мой дом находится не здесь. Ну, если это что-то среагировало, ну, просто я знаю, что в 90% случаев человек скажет, не угадал. Вот, кроме того, если я это сказал, это ведь никак не поможет на самом деле, да, это нужно на самом деле искать, что там произошло и к чему это приводит, да. Нужно посмотреть эндометрик, к какой ткани относится, да, это там энтодерма или эктодерма или мезодерма, и, соответственно, взять схему Хаммера и посмотреть, к чему это относится. Так, а можно как-то схемы и слайды из вашей презентации получить? Наверное, как-то можно, я не знаю. Разберемся потом. У нас вот будет же форум, там будет мой стенд, и можно будет подойти ко мне и как-нибудь, наверное, их получить. Я так думаю. Так, здравствуйте, после смерти мамы прекратился менструальный цикл. Мне 42 года, очень хотим с мужем деток. Врачи предлагают только ЭКО с донорской яйцеклеткой. Возможно ли восстановить цикл и забеременеть естественным путем? Ну, опять же, да, вот, как бы ситуация понятна, но это, как это, я однажды писал текст на эту тему, да, что единственный честный ответ на этот вопрос, он всегда такой, я не знаю, но мы можем попробовать поисследовать. Потому что, по большому счету, вот у меня есть тоже такая история, когда-то давно, когда, по-моему, в году, в 2010-м, первый раз я общался с, ну, с реальным специалистом, звали его Харальд Бауман, с учеником Хаммера, и он мне рассказывал про германскую новую медицину. Вот, и я это где-то кому-то рассказывал, там, своим студентам, и вдруг я узнаю, что один из моих студентов работает с онкобольными. Вот, и я у него спрашиваю, а как так-то, да, это же страшно, приходит человек с диагнозом, там, ну, а вот как это вообще? Он говорит, ну, знаешь, в самой большой конфликции, да, происходит, когда человек спрашивает, а какие гарантии вы мне даете? Я говорю, что ты на этот вопрос отвечаешь? Он говорит, а я очень просто отвечаю. Я у него спрашиваю, а онколог вам какие гарантии дает? То есть, я это к тому говорю, что, когда человек спрашивает, а возможно ли восстановить цикл и забеременеть? Ну, возможно, возможно, да, вот именно с такой интонацией я только могу ответить. То есть, я знаю, я знаю, что то, что с организмом происходит, если нет никаких других медицинских осложнений, это всегда связано с какими-то эмоциональными ситуациями, которые у него были перед тем, как, ну, вот это вот явление было обнаружено, да, их нужно разобрать, разложить по полочкам, поисследовать и посмотреть. А дальше уже вопрос мотивации. Да, вот у меня есть такой любимый автор, Алифред Коржипский, который говорил, что рецепт счастья – это минимум ожиданий и максимум мотивации. Да, то есть, я в этот рецепт верю, да, минимум ожиданий и максимум мотивации. То есть, когда я с мотивированным человеком работаю, как правило, все получается. Да, опять же, даже если я вам приведу примеры, допустим, скажу, да, у меня были такие там клиенты, у которых это произошло, ну, а вам-то что, вам же с этого легче не станет, правда ведь? Вот, поэтому на самом деле, видите, вы даже примерно подозреваете, от чего это произошло, то есть, соответственно, эту тему и будем прорабатывать и смотреть на результаты. Всегда можно поработать с человеком, посмотреть на результат, да, на какие-то изменения. Я стараюсь всегда работать в тандеме с врачами, да, чтобы врачи тоже со своей стороны смотрели там, что с человеком происходит, что у него с телом происходит, чтобы мы могли как-то отслеживать состояние человека. Ну да, все вопросы, вот я так и думал, все вопросы будут про что-то конкретное. Олег, подскажите, какой конфликт при несмыкании кардии, жома и какая-то фаза? Понятия не имею. Я уже на этот вопрос, в принципе, ответил, да, что бы сделал я? Я бы взял, посмотрел, что это такое, что это за диагноз, посмотрел бы, где это находится в организме, какая это ткань, посмотрел бы по схеме Хаммера, к чему это относится, и дальше попросил бы человека заполнить анкету и соотнести то, что он выдает мне в качестве истории жизни с тем диагнозом, который он, про который он спрашивает. Вот, у нас где-то было, кстати говоря, в этом, я вспомнил, в Инстаграме были вопросы-ответы, я там целый текст такой написал на эту тему, что как вообще происходит работа с человеком. К сожалению, вот видите, я бы рад, конечно, бы сказать человеку, да, что да тут все просто, типа взяли вот так вот и там вот это от этого, это от того, и вот прослыть там, да, волшебникам-целителям. Но, к сожалению, это всегда серьезная работа. И мне недостаточно, ну, вот одного предложения текста, в котором просто сформулирован какой диагноз, потому что многие, кстати, на этом тоже горят, потому что, ну да, когда ты видишь схему Хаммера, она большая, достаточно подробная, но тем не менее, как бы, да, есть вот эти, ну, два момента, да. Первый момент, который я говорил, это то, что подмывает человека посмотреть, какие конфликты. Помните эту историю с Джеромом Каджерома, который там пошел, у него там герой взял медицинскую энциклопедию, стал читать, нашел себе все диагнозы. Вот то же самое подмывает, там, посмотреть все эти конфликты, все их у себя найти, и потом впасть в ипохондрию ужас, там, да, что теперь я всем этим по списку заболею. Хотя оно так не работает. Да, и второй момент, это как бы пойти и посмотреть, сказать, ага, там, у него, значит, вот это, вот это, значит, у него конфликт вот такой. Потом прийти и сказать, да это у тебя вот это. Как я уже говорил, бывают такие редкие случаи, когда человек говорит, точно, блин, это, видимо, какая-то такая особая простота ума нужна. У нас все люди непростые всегда, да, с развитым, богатым духовным миром, там, и так далее. И они, как правило, скажут, не, такого не было. И я вам не могу сказать, там, сколько десятков раз такое было, когда я поначалу, особенно, когда начал работать, человек приходит и говорит, там, вот у меня то-то, то-то, проговорит какой-то диагноз. Ну, я такой, да это вот это у тебя. Человек говорит, да ничего подобного, у меня все в порядке в этой области. И потом мы с ним работаем, да, через 2-3 сессии человек начинает прямым текстом выгружать именно тот конфликт, который с самого начала был ему и сообщен. Я понимаю, что дело же не в том, что я там свою, я же, я же, как бы все это делаю для того, чтобы свою правоту доказывать, да. Как говорится, главное, чтобы человек выжил, да, а подтвердит эту теорию Хаммера или опровергнет эту теорию Хаммера, да, ну, я не Хаммер, мне все равно. Мне главное, чтобы человек у меня живой остался и выздоровел. Вот, поэтому бывают такие случаи, что человек выздоравливает, ты вообще не понял, почему это произошло. Вот, а бывают такие случаи, что копаешь, 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 и так, и с этого боку, и с того, как бы, ну, никак не выясняется, что произошло. всякое бывает так что тут как бы очень много личной работы всегда как убедиться что не осталось эмоциональных зарядов у детей взрослый может у себя проанализировать а вот как быть с детьми тут тоже ответ всегда простой перестаньте париться сами позаботьтесь о себе знаете как в самолетах это табличка до вначале обеспечьте кислородной маской себя а потом ребенка и кстати говоря в этом глубокая философская мудрость есть вы вначале сами успокойтесь просто вот и перестаньте париться по поводу того что с вашими детьми что-то не так вот а потом можете спокойно наблюдать что у них оказывается и так все в порядке поэтому анализировать ничего не надо да и особенно париться и убеждаться по поводу там есть у них эмоциональные заряды или нет если у них есть эмоциональные заряды вы об этом очень легко узнаете довольно быстро поэтому для профилактики просто поработайте с собой можно ли повернуть процесс спять если тело уже вырастила большую миому и она росла на протяжении 15 лет ну опять же да возможно можно всякое бывает все зависит от того насколько добросовестно добросовестно вы со своим терапевтом сделать эту работу которую нужно сделать для того чтобы этот процесс остановить мы можем что сказать можно сказать что ему как и все остальное да миома это у нас кстати говоря да это у нас это мышцы это мышечная ткань да это новая мезодерма это означает что миома растет на пост конфликтной фазе то есть сам ta конфликт уже исчерпан просто человек ну тело про миска до тело человека решают проблему какую-то которая уже видимо где то у не на в подсознании погружена что значит воспроизвести формуле принять воспроизвести отпустить воспристили означает перепрожить у человека на самом деле видите как организм устроен как мозг у него устроен да он сталкиваться с какой-то ситуации он ее не решает и она у него летает куда-то вот ну куда-то в тело как мы знаем до Проблема-то в чем теперь у человека? Проблема в том, что он где-то там, каким-то шестым чувством или шестой точкой, он знает, что если эта ситуация возникнет снова, то я точно так же снова ее не решу. И поэтому нам важно вернуть его в ту ситуацию и сделать так, чтобы он ее решил. В большинстве случаев я вам скажу, когда, как вам сказать, когда у человека та исходная ситуация была, она была вот этой внезапной, изолирующей и так далее. И вы понимаете, что когда вы с терапевтом работаете, вы уже изначально многие из этих факторов выключаете. Во-первых, это все не внезапно. То есть то, что вы будете воспроизводить, перепроживать, вы знаете заранее, что там было в какой-то степени. Во-вторых, нет никакой изоляции. У вас есть терапевт, он вас слушает, он вам создает пространство, он задает вам вопросы и так далее. Ну и так далее. И у него есть там какая-то техника или технология, которую он использует. То есть у него есть метод решения какой-то. И поэтому сам тот факт, что вы пришли, сели и стали с этим что-то делать, он уже в значительной степени дает вам тот ресурс, который у вас не было тогда в исходном случае, когда внезапно что-то перед вами там грохнулось, и вы там кирпичей наложили от того, что это произошло. Просто потому, что это было внезапно, ввело вас в замешательство, не было решения, некому было обратиться за помощью, вы растерялись и так далее. Так что вот такой вот ответ получается. Олег, рак поджелудочной железы. Надо заканчивать острый конфликт. Но опять же, точных диагнозов про поджелудочную железу много бывает разных. Если там посмотреть схемы Хаммера, схемы других людей, у которых я учился, я учился у Жильбера Реноу, у Роберта Барнаи, у Харальда Баумана в германской новой медицине, там есть целый ряд, целый список, как правило, с органом, то есть нет такой схемы, чтобы вот орган-конфликт, есть орган и некий ряд конфликтов, которые иногда даже дается просто как некая категория. То есть это все равно работа какого-то живого интеллекта, который позволит вам сопоставить вашу жизнь с тем, что происходит. Но с другой стороны, на самом деле, я вам так скажу, опять же, точно так же, как в большинстве случаев, когда мы имеем дело с каким-то человеком, и ему в лоб там говорим, что там написано в схеме Хаммера, он вам с вероятностью 90% скажет, что ничего подобного, потому что слепое пятно. Точно так же очевидно, когда я человеку даю вот эту анкету заполнить, там есть форма анкеты такая, да, типа первичный опросник такой, который он сам заполняет, который в значительной степени его и меня избавляет от этой вот рутинной такой, да, как называется, да, ну такой анкетной работы, когда я ему там задаю вопрос, а что было тогда, а что было тогда. Как правило, в большинстве случаев, когда анкету смотришь, даже это самому человеку становится очевидно, он смотрит, он понимает, что ну вот же очевидно, вот был эпизод, и вот появился диагноз, как бы, да, тут и ходить никуда особо не надо, чтобы понять от чего. Другое дело, как теперь принять, воспроизвести и отпустить, потому что бывает такое, что у человека там, как сейчас, как тогда не было ресурса, так и сейчас нет ресурса, да, но с другой стороны, с хорошей стороны, зато если у него этот ресурс есть, теперь уже, то иногда бывает достаточно просто проосознать, что да, это специальная биологическая программа, да, она была запущена этим эпизодом, да, этот эпизод себя исчерпал, да, он абсолютно не актуален, сделать вдох-выдох, порадоваться тому, что вокруг меня все хорошо, и просто успокоиться. Я, знаете, иногда бывает такая даже ситуация, когда вот с человеком работаешь, я говорю, вы знаете, терапевт, когда работает с человеком, он же вообще, в принципе, такая парадоксальная ситуация, человек приходит, говорит, у меня конфликт, да, ну так-то по большому счету, а где он конфликта? Вот есть ты, вот есть я, вот есть четыре стены, потолок и пол, где конфликта? Конфликта ведь нету, то есть он где-то у тебя, получается, в прошлом, в голове, его тут-то ведь нету на самом деле, ты можешь прямо сейчас взять и перестать болеть, вот просто взять и перестать, потому что очевидно, его тут нету, никто тебе не угрожает, там мамы твоей злой нету, там, с которой у тебя там истерика была, да, родных, которые тебя там вынимали, мозг тоже нету, или желудок вынимали, да, их здесь нету, выздоравливай давай, да, но человек не выздоравливает, потому что он в голове его держит. Больше месяца воспалена кожа на подборокке и передней поверхности шеи, чешется, шелушится, не могу понять причину, чтобы проработать. Какой может быть конфликт? Но я это проговаривал, да, кожа это эктодерма, все конфликты, связанные с кожей, это всегда конфликты человеческих контактов. Иногда бывает достаточно сложно понять, да, что за контакт был связан с человеком именно с этой частью тела, потому что это ж тело помнит, да, то есть тело находит вот такой способ отреагирования, но общую категорию мы можем всегда достаточно легко назвать, да, или даже, правильно будет сказать так, да, что когда терапевт, ведущий работает с человеком, эту категорию конфликта важно знать для него, потому что тогда он знает, в какую сторону направлять вопросы, о чем примерно спрашивать. Но это не избавит меня от необходимости задавать эти вопросы, я все равно буду задавать вопросы, я буду задавать много вопросов, и я буду учить человека тому, что мы сейчас пришли тут не поговорить, вот как некоторые думают, да, что, а что я там, я вон с подругой могу в кафе там пивка взять и поговорить. Нет, терапия это не разговор. Терапия это очень такой сложный процесс, связанный с тем, что человек должен фокусироваться, человек должен научиться там, да, погружаться в вот эту внутреннюю медитацию, трансконтактировать свои чувства. В большинстве людей это огромная проблема. Они видят симптомы, говорят, ну вот, а что у меня тут вот такое, да, нельзя как-то так сделать, чтобы перестало. Ну, можно, если у тебя есть там супер прокачанные способности контакта со своими чувствами, но просто если бы они у тебя были, то у тебя бы этого не было, ну, в чем проблема. Так, я не знаю, то ли вниз листать, то ли вверху. Дойду до низа, а потом сверху начну, да. Так, давление стало повышаться у меня, и три смайлика. Активная фаза конфликта. Кстати говоря, отвлекаясь в сторону, очень часто бывает такая тоже сложность, да, вот, например, когда рассказываешь про детей и упоминаешь то, что дети это санитары родителей, и дети, они, как правило, реагируют, ну, как дети, они находятся в системе родителей, да, то есть это, как бы, такие дополнительные тела, которые реагируют на конфликты, находящиеся вот в этом, ну, поле семьи, там, да, если использовать такой термин, позволите мне. И многие родители, это все выслушав, они такие, ну, нормально, приехали, как бы, да, то есть оказывается, ребенок, ну, это я виноват. И начинается вот эта тема вины, хотя тема вины, это вообще отдельный конфликт, то есть человек, который себя все время чувствует во всем виноватым, там, ребенок болеет, я виноват, да, это потому, что я на него кричал. И приходится людям объяснять, нет, ты ни в чем не виноват, это просто так работает биология. Случились некие обстоятельства, ребенок так отреагировал, да, как бы вы не реагировали, там есть такой анекдот, я сейчас уже не воспроизведу, там, про то, как мама, там, решает, там, с ребенком себя определенным образом вести, а потом в 30 лет он, там, приходит ей и начинает жаловаться. То есть как бы вы себя не вели, все равно так устроен этот мир. Для того, чтобы в этом мире научиться жить, нужно периодически попадать в ситуации, когда ожидания не совпадают с тем, что на самом деле происходит. Это всегда будет происходить, и тело будет как-то реагировать. И ваша задача, ну, быть человеком рациональным в этом плане, да, и понимать, что, ну, окей, случилась ситуация, да, ребенку можно объяснить, вот у нас даже есть там такие детские книжечки, там, на определенные темы, да, когда с ребенком можно прям по полочкам разложить и объяснить, что то, что с собой происходит, это не страшно. Ну, так реагирует тело, вот, ну, такое вот нам тело досталось, да, оно вот так вот реагирует, да, сейчас мы с тобой подышим, там, водички тепленькие попьем, и все пройдет. И оно тогда пройдет. А если человек начнет заморачиваться на эту тему, да, и говорить, ой, там, какой-то ужас у меня там и так далее, ну, так а что теперь с этим сделаешь, да, ребенок начинает это транслировать, получается замкнутый круг. Так что, вот, по теме, по теме вины. В прошлом году умерла мама и стало периодически повышаться давление. У мамы около 30 лет была гипертония. Эти моменты связаны между собой или нет? Ну, правильный ответ не знаю, вы уже знаете, да? Возможно, это нужно исследовать. Такое бывает, да, бывает такое, что неразрешенные конфликты родителей, предков наследуются потомками, потому что они являются их биологическими потомками, да, и биологические особенности реагирования на какие-то ситуации, во-первых, они с детства закладываются просто, да. Знаете, опять же, вот характернейший такой пример. Вот представьте себе, для любого ребенка мама и папа – это те, кто его создал, да, это, по сути, как боги, да, есть мама и папа, это суперфигуры. Как папа сказал, так и правильно, как мама там выдала, так и правильно. И у ребенка закладывается в этот момент базовое восприятие мира, да. То есть, если папа алкоголик, а мама все время истерит и бьет тарелки об стену, ну, это нам известно, что это ненормально, а ребенку это неизвестно. Для ребенка это абсолютная норма. И потом впоследствии, да, он будет искать точно такие же обстоятельства, потому что для него это норма. Вот. А другая вещь касается здоровья, да. То есть, его родители создали, он абсолютно доверяет им в плане обеспечения безопасности и так далее. И вот представьте себе, однажды по какой-то причине ребенок заболевает. И его ведут в больницу, да, и там какой-то есть человек, и тут ребенок обнаруживает, что есть такой, вот если папа и мама это боги, есть такой супер бог в белом халате, мама с папой его боятся, и более того, если этот супер бог что-то скажет, ну, там, типа вашего ребенка там, да, то они там трясутся, и у ребенка закладывается изначально, ну, тоже у многих такая штука есть, да, страх врачей. Ты приходишь, ты боишься, что тебе скажет врач. Как будто бы он там реально, как будто он что-то скажет. Иногда вот с клиентами разговаривают, ну, а что от того, что вот ты пришел в каком-то состоянии, ты в нем был неделю назад, две недели назад, полгода назад. От того, что он сейчас тебе что-то скажет, ничего не изменится, это будет то же самое состояние. Что изменилось-то? А изменилось то, что мы понимаем, что это вот такой, да, перст указующий в тебя ткнул и сказал, ты помрешь, да, ну и все. И ты сделаешь то, что сказал тебе альфа, да, потому что ты омега, он альфа, ты омега. Это нужно понимать. И вот таким вот образом часто бывает и передается паттерн реагирования, да, заболевания какие-то, да, они передаются от родителей детям, потому что это стандартный способ реагирования на какие-то ситуации. И поскольку я телесно являюсь их потомком, да, я особо с этим ничего сделать не могу, пока я не обнаружу причину, пока я не отсоединю себя от мамы, да, на уровне там физическом, эмоциональном, ментальном, скажу, я это я, мама это мама. У мамы свои были проблемы, она их сама как-то решала. Я это я, у меня свои проблемы, я их сам буду как-то решать. Поэтому такая вот вещь. Скажите, пожалуйста, каковы причины А и Т? Интересно, что такое А и Т? Слышал о том, что по большей части они крутятся в психосоматике. Как по-вашему, можно ли исцелиться от А и Т, не прибегая к гормональному лечению? Кто-нибудь знает, что такое А и Т? Да, лучше такие вещи расшифровывать, потому что я тоже так гадать не буду. Ну, на вопрос, можно или нельзя, опять же, да, возможно, можно, если обнаружить эмоциональные причины. Верните, пожалуйста, первую картинку, не успела осмыслить. Интересно. Добрый вечер, сына 29 лет, перешел на новую работу, очень нравится, при этом очень тяжело, стало часто подниматься давление. О чем это может говорить? Это может говорить, ну, вы прям, я люблю людей, которые задают вопросы и сами на них отвечают, да? Человек перешел на новую работу, ему там очень тяжело, у него поднимается давление. О чем это может говорить? О том, что на работе им очень тяжело. Ну, правда, это да. Да, если по этому поводу не шутить, на самом деле, да, то есть, видимо, есть какие-то ситуации, с которыми он не может справиться. Возможно, это ситуации реальные, да, и, кстати, доктор Хаммер в этом плане был крайне строг, то есть он считал, что если перед человеком встает выбор, да, ну, там, грубо говоря, потерять здоровье или потерять там работу, да, то как бы выбор очевиден, естественно, к черту эту работу, да, меняя ситуацию. Но много людей, они говорят, нет, ну, здоровье можно как-то подправить, там, начинают пить таблеточки или ходить по врачам там и так далее, да, чтобы потом лет 15 спустя обнаружить, что они себе полностью разрушили весь организм. Бывает такая ситуация. А бывают ситуации, когда эти ситуации, ну, чисто больше такого психологического характера, да, то есть связаны, может быть, с каким-то восприятием себя, с поведением в отношении других людей, они сравнительно легко исправляются. Вот тут тоже, как бы, заочно трудно судить, да, если они к этой категории относятся, нужно просто поговорить, что тяжело, как тяжело, что там не так, и с этим потом уже предметно разбираться. Так, здравствуйте, ребенку 11 месяцев, атопический дерматит, кучу всего в себе нашла, стало гораздо лучше, процентов 5, уже 2 месяца не проходит до конца то, что прошло, то опять появится возле рта постоянно, ну, и тоже пятно на правой ноге. О чем-то может говорить. Это может говорить о том, что у вас есть какая-то ситуация в жизни, которая периодически, время от времени активируется. Вот это называется у Хаммера трек, да, то есть реактивация, рестимуляция. Тело, оно ведь, смотрите, ведь с точки зрения тела, это же не болезнь, это защитная реакция. И получается, что тело даже, бывают такие, знаете, заболевания, их называют как барометр, да, как будто вот давление мерит, что как только тело ощущает такое, знаете, предвкушение того, что это опять может произойти, тело, ну, реагирует привычным образом. Вот оно привыкло реагировать атопическим дерматитом, оно реагирует им, да. Ну, и, соответственно, нужно вот постоянно в таком, то есть получается, видите, работа с психосоматикой, прям духовная практика, то есть нужно быть постоянно осознанным, отслеживать, что происходит. Нужно посмотреть, что за ситуация происходит в жизни у человека, в жизни этой семьи, да, из-за чего эта там активация происходит. Есть ли у храпа психосоматическая основа? Муж храпит каждую ночь. Ну, если посмотреть, если посмотреть на него, да, если представить себе, вот есть такое упражнение, да, представьте себе, что это биологическая адаптация. Ну, адаптация такая на уровне пещерных людей, да, то есть мужик спит в пещере и громко храпит, зачем бы ему это делать? Обозначает свою территорию, наверное, да, я здесь, никто не заходите, тут лежит страшный, ужасный самец, да, и он храпит. Может быть, такая причина, то есть можно, можно на самом деле поговорить с человеком, выяснить, почему у него это, ну, если это выходит за какие-то разумные рамки, я думаю, что подхрапливают все люди, наверное, периодически, да, наверное, когда у них происходят конфликты, там, не могу свою территорию удержать, тут храпанул, так, сразу понятно, кто здесь хозяин. Вот, нужно поискать конфликты на эту тему, да. Добрый вечер, Олег, что вы можете сказать по ревматоидному артриту, излечимо ли это? Считаю, что это чистая психосоматика, врачи советуют только блокаду, даже не лечат, благодарю. Ну, тут, видите, есть еще такой тонкий нюанс, вот, например, Роберто Барнае, да, будучи жителем и гражданином Евросоюза, он говорит, как только возникает слово излечимо, исцелимо, там, и так далее, мы сразу говорим, опаньки, нет, это не наша тема, да, мы работаем с эмоциональными причинами заболеваний, да, мы не говорим про излечимость, мы говорим о том, что можем найти причину и устранить ее. Наступит ли в результате исцеления или нет, мы не знаем, да, но то, что артрит, это опорно-двигательный аппарат, то есть, соответственно, это связано с какими-то действиями, по поводу которого человек испытывает самообесценивание, самоунижение, что-то такое, это известная тема, и это в схемах можно найти. Артрит там в этих схемах описан, ревматоидный артрит тоже. Это связано, да, с движением, за которое человек сам себя обесценивает или обесценивал. И да, можно докопаться до этой психосоматики и выяснить, что там происходит. Добрый вечер, очень сильно болит голова, болит спина и ноги, особенно, когда долго постою. Мне 51 год, врачи проверяют голову, ничего серьезного не видят. Поясница позвонок немного свернут, принесла стресс измены, нет особого желания жить. Так, там вопроса не было, да, но можно ли что-то изменить? Как выглядят ненужные картинки и заблокировать боли? Да, тут уже даже что-то ответили. Тут уже ответили, да. Правильно, да, написали? Действительно. Хороший ответ, да. Есть ли какие-то методы диагностики у детей? У ребенка 14 лет, температура, болят шейные лимфоузлы, нос заложен. Спрашиваю, что было сегодня-завтра, какие события важные были. Говорит, все окей, все хорошо. Конечно, так вам ребенок и сказал, что у нее там случилось. Если бы он мог об этом рассказывать, ну, у меня тоже есть сын, да, я знаю, насколько дети, даже пребывая в очень сильных конфликтах, да, говорят, ну, все нормально, все хорошо. Тем более 14 лет подросток, что вы от него хотите? Он вообще никогда не расскажет, что у него произошло. Сейчас я буду там рассказывать, за что у нас заложено. Тут как бы, ну, а какой метод диагностики тут? Просто научиться с ребенком разговаривать так, чтобы он мог открываться, чтобы он вам доверял. Я же не знаю, как у вас там в жизни, в семье ситуация. У мужа Витилиго посредстве стресса, его родители не приняли меня, вымещали на нем. С чего нам начать? Существует ли вероятность полного выздоровления? Ну, начинается с того, что человек берет, заполняет эту большую-большую анкету, да, находит в себе терапевта и работает с ним. Про вероятность полного выздоровления, ну, я опять же говорю, что единственный честный ответ, не знаю. Если мы найдем все эмоциональные причины, сможем их убрать, то вполне возможно. Здравствуйте, а почему-то да, онкология в разы выросла после Чернобыля. Как это объясняет психосоматика? Ученые говорят из-за радиации. Ну, на самом деле, смотрите, тут же как бы вопрос какой. Во-первых, сам по себе. Что такое Чернобыль? Вот сейчас там взяли сериал, выпустили про Чернобыль, да, и у нас там опять полыхнула там эта волна. Ну, чего хотите сказать, что по поводу Чернобыля никто не переживал? То есть все такие сидели такие, ну, Чернобыль, ну, бабахнул, там подумаешь, фигня какая, да? Нет же, на самом деле, да, то есть много людей переживало. Например, после военных конфликтов всегда есть повальная эпидемия туберкулеза. Почему? Потому что туберкулез это восстановительная фаза после страха смерти. Потому что в течение, там, четырех лет, допустим, Великой Отечественной войны люди страшно боялись умереть, осознавали они это, не осознавали, да. А потом, начиная с 46-го года, там, да, почти десятилетия в Советском Союзе была просто страшнейшая эпидемия туберкулеза. Ну, и все это свели на что? Ну, типа война, инфраструктуру разрушили, там, антисанитария, там, и так далее. Это один, да, ответ. Нет. Второй вопрос, как бы, да, психосоматика это не область, которая отрицает, что если вас там, то есть, если вам кирпичом дать по голове, или вас облучить гамма-лучами, там, да, это, причем без психосоматика-то? Это совершенно очевидное, ну, физическое воздействие снаружи. На тело можно и физически тоже воздействовать. У Хаммера это отдельно всегда оговаривается, что не относятся к этому там всякие травмы физические, там, да, если вам оторвало ногу, там, как это объясняет психосоматика? Ну, никак не объясняет. Оторвало ногу, вот так и объясняет. Как объясняет психосоматика, что после радиации, а что радиация не влияет на тело, то есть, можно открыть, ну, статьи, посмотреть, как радиация влияет на физическое тело. Все будет очевидно. Просто другое дело, что организм обороняется все теми же специальными биологическими программами, есть какая-то ткань, она повреждена, организм таким образом защищает. То есть, если ткань была уничтожена радиацией, ткань пытается вырасти обратно. Вот и все. Так, что, у нас время еще есть? Закончим по вопросам, да? Так, ребенок 6-8 лет, как наступает холода, появляется аллергена, кожа, вокруг крутая на руках, тыльная сторона ладони, покраснение, сухая кожа. О чем это говорит? Ну, знаете, я иногда, у меня есть такая теория, да, что есть такая смешная карта, что вся территория бывшего Советского Союза, если посмотреть на температурную карту планеты, она четко соответствует какой-то там эзотермию, то ли января, то ли февраля. То есть, в принципе, на этой территории люди жить не должны. То есть, как бы то, что люди болеют, у них там что-то из носа там течет и так далее, это не очень тоже психосоматический момент, по большому счету. Но с другой стороны, вы же знаете, да, что если у человека там, у ребенка появляется аллергия, значит, нужно посмотреть, с чего это начинается, что в этот период происходит. Потому что у нас есть такие еще, вот я Фрейда упоминал, можно еще Юнга упомянуть, Юнг там рассуждал про коллективное, бессознательное, да, у нас есть уже такие глобальные вещи, там наступает осень, что там осень случается у всех, депрессия как-нибудь наступает, да, потом наступает зима, там все говорят, елы-палы, когда она закончена. Ну, то есть, есть коллективный конфликт на тему того, что, конечно, хотелось бы, чтобы зимы не было. И дети, они очень чувствительны, они могут это все воспроизводить. Некоторые дети более чувствительны, чем другие. И, в принципе, можно это тоже прорабатывать, можно это проговаривать, можно это осознавать и смотреть, что происходит. Увеличенные лимфоузлы у ребенка всегда это, это о чем? Анализ крови в норме. Увеличенные лимфоузлы – это восстановительная фаза после конфликта самообесценивания. Кто-то ребенка, либо самого ребенка, либо его родители, либо кто-то в окружении занимается самообесцениванием. И вот у него постоянно по этому поводу, видимо, такое отреагирование и происходит. Так, все, вопросы снизу закончились. Можно сверху еще зайти. Или не будем заходить. Так, что на форуме 6 октября будет нового по сравнению с позапрошлым годом? Это ведущие мои ответят, да. У сына бронхиальная астма, абстрактивные бронхиты. На седьмой день жизни попал в больницу вирусов парагрипс. Какого периода искать причину? Какой это конфликт? Тут, на самом деле, огромная большая тема, да. Потому что у детей до подросткового возраста, до 10 лет, это всегда конфликты родительские. И конфликты ищут в так называемом периоде программирования. А период программирования – это самое-самое начало жизни. Даже до зачатия, на самом деле, обычно смотрят. Берут период за 9 месяцев до зачатия, до первого года жизни и смотрят, что там происходило с родителями. Потому что если у ребенка с самого начала были эти конфликты, значит, что-то у родителей были какие-то нерешенные темы, которые нужно... Тоже они там прописываются, проговариваются в присутствии ребенка определенным образом, да. Но я сейчас в это сильно погрузиться не смогу. Но если вы к нам на стенд подойдете, то мы, наверное, вам об этом подробнее сможем искать. У нас там стендик будет красивый, там все будет нарисовано красиво. Вся германская новая медицина на одном стенде. Что скажете насчет того, что во взрослой жизни, допустим, уже в браке партнеры воспроизводят те ситуации, вернее, состояние реакции и ощущения, которые испытывали в раннем детстве до 5-10 лет? Ну, а что скажу, так и есть. Так и есть. Олег, а как можно попасть к вам в студенты? На форуме подходите ко мне и спрашиваете, как попасть? И мы вам раз и рассказываем. Так, у ребенка была ганглионейробластома. К какой ткани это относится? Ну, я, опять же, да, не буду тут изображивать себя энциклопедиста и эрудита. Мне для этого нужно отдельно посмотреть. Нервная ткань это эктодерма. Я бы сказал, что это нервная ткань. Эктодерма. Если эктодерма, это всегда конфликт человеческих отношений. С шеей, хондроз, изощемление, какой конфликт? Опорно-давительный аппарат. Категория конфликтов, самообесценивание будет всегда. Аутоиммунный тиреодит. Это щитовидка. Ой, щитовидка, у меня прям целый анекдот есть, да? Это есть. А, аутоиммунный тиреодит. Ну, вообще, когда в названии заболевания присутствует слово аутоиммунный, это мое личное мнение. Со мной можно не соглашаться. Это 100% психосоматика. Гарантированно просто. То есть, это какой-то эмоциональный конфликт. А когда это касается щитовидки, ну, обычно щитовидки, вот у меня есть такое наблюдение, да? У меня было там ряд клиентов. Как правило, это женщины. И, как правило, это женщины борцы за правду, борцы за справедливость. То есть, если приходит человек, говорит, у меня там что-то с щитовидкой, что-то небось за правду там, да, с начальством воюешь. Ага, откуда вы знаете? Ну, откуда? Оттуда. Потому что этот орган, который на это реагирует. Там еще, если посмотреть Хаммера, там всегда конфликт, связанный со временем, да? Там что-то слишком быстро происходит или что-то не происходит слишком долго, вот что-то такое. Но щитовидка, оно скоростью метаболизма управляет. Так, что за книги детские? Ну, на стенде тогда покажем, расскажем. Так, будете ли писать книгу-сборник с перечнем правильных способов реагирования? Бессмысленно писать про правильные способы реагирования. Зачем? Если вы можете правильно реагировать, вы реагируете правильно. Как можно получить ваш опросник? Ну, он в интернете есть, ссылку могу потом дать. Ну, пожалуй, наверное, все, да? Дальше кто спрашивает, как попасть на личную консультацию? Будет ли запись эфира? Ну, как попасть? У меня есть визитка, находится по адресу олегматвеев.тел, как телефон. Там все ссылки есть. Кликаете и приходите. Будет ли запись эфира? Это тоже не ко мне. Так, можно ли будет приобрести справочник? Можно. Будет приобрести. Все, тогда мы на этом пока закончим. Если какие-то вопросы повиснут, ну, они же не пропадают вопросы, да? То есть мы потом позже на них ответим уже в более расширенном формате. Это правда. Вот такой у нас сегодня получился классный информативный эфир. Спасибо, Олег. Реально сегодня получилось просто рассказать о ГНМ, психосоматике. Отдельное спасибо за акцент на том, что личная терапия – это не работа терапевта, а работа самого человека, у которого есть запрос на излечение, на выздоровление, на работу своим диагнозом. Да. И очень хорошая тоже поправка про взаимосвязь психотерапевта и врача. Мы постоянно об этом говорим, и я еще раз скажу, что психосоматика работает комплексно всегда. То есть можно делать ставку на психосоматику, если вы очень сильно уверены в своих реакциях и в соединении с собой. Но когда идет комплекс, и вы работаете и с врачом, и с психосоматологом, шансов намного больше. И, собственно, об этом все. И Олег Семен очень здорово и информативно, и очень просто, на самом деле, рассказал о том, что такое ГНМ. Но это большая тема, поэтому мы и проводим мероприятия, потому что нельзя за один эфир или даже за одну встречу с терапевтом нельзя ухватить это. Это большая работа, это большой пласт, в который нужно погружаться. Исследование. Ну да, и есть много специалистов. У каждого есть своя грань какая-то, которую он рассматривает лучше, чем другие. Это действительно для каждого человека, это большая работа с этим разобраться, понять, кто нужен именно ему, кого у него в пазле не хватает в его схеме. Я всегда подчеркиваю, что, конечно, хорошо, когда есть врач хороший, который вас понимает. То есть не создает он конфликты постановки диагноза, а наоборот понимает, что есть тело, что есть задача, его вывести на оптимальный режим. Есть разные уровни воздействия. Важно искать этого врача своего. Ну, то есть нельзя свет клином сводить на одном. Нужно искать своего врача, своего терапевта, пробовать, ну, то есть искать какие-то свои постулаты, которые для вас лично будут работать. Для вас он может работать, а то соседа нет. И наоборот. И поэтому очень важно искать. И поэтому, опять же, мы приглашаем вас всегда на форум. Уже четвертый раз садимся в эфир и приглашаем на форум. Именно поэтому. Потому что все специалисты, которые будут на форуме, они в вашем доступе. Все спикеры, которые выступают. Олег выступал у нас в прошлом году. В этом году, к сожалению, заняты в другом мероприятии. Но там будет стенд. Ты же приедешь на какое-то время. Я там буду. И можно было бы сюда. И можно дойти, пощупать, познакомиться с Олегом. Нужно посмотреть на всех спикеров, которые со сцены будут выступать. Они точно так же будут взаимодействовать с вами. Потому что это важно. Важно найти этот контакт. И вот. Еще книжку принесла. Ну, здесь нельзя не рассказать. Живберлино, автор книги «Исцеление воспоминаниям». Это, собственно, один из, как его назвать, даже не знаю, мастодонтов, наверное, в ГНМ. Это у него уже своя методика. Ну, на базе, да. На базе ГНМ, да. Новая психосоматика на базе ГНМ, да. И он прилетел с Канадой и будет на форуме. И точно так же будет разбирать и кейсы из зала, и взаимодействовать с аудиторией. Живберлино меня в свое время поразил и увлек именно тем, что у него еще много позитивных примеров. Позитивных реальных кейсов. То есть это не человек, который теорию какую-то рассказывает, что вот так надо делать, а у него реально десятки людей, которые выздоровели. Ну, на самом деле, он пропагандирует как раз про то, что у каждого человека свой индивидуальный диагноз, индивидуальный запускающий конфликт. И он, может быть, даже выделяется из того списка постулатов, например, которые подают диагнозом к Хаммер. Но он всегда говорит, что сначала вы изучаете букварь, потом приходит клиент, вы понимаете, что вообще ничего из того, что там написано, к нему не подходит. И вот теперь начинается настоящая работа, когда исключены все версии, которые не подходят. Помимо, кстати, прочего, у нас в этот раз на форуме будут выступать новые спикеры с интересными темами. Но об этом мы скажем чуть позже, потому что есть очень важный момент. Те, кто уже участвовали в форумах, они знают, что у нас на форуме можно пройти диагностику. В этом году мы расширили ее количество. Это 9 различных видов, которые вы можете выбрать для себя. Исходя из того, что вам ближе покажется, наша задача — давать вам всевозможный спектр выбора. И в этом году у нас сюрприз. У нас есть зал телесно-ориентированной терапии, где будут задействованы специалисты Андрея Минченкова и его школы. Поэтому, если вы хотите попробовать прикоснуться, так сказать, каким-то новым методикам, мы вас также приглашаем, ждем. На сайте форума можно найти, там есть разные пакеты участия. Есть пакет, в который ходит диагностика, есть пакет, в который ходит телесная терапия, есть пакет, в который ничего не входит, если хотите просто пообщаться со спикерами, прийти, послушать выступление. И это огромный просто вклад будет в себя и в ваш запрос. Если вы не из Москвы, у нас есть онлайн-пакет участия, поэтому подключайтесь и не переживайте, что вы не можете присутствовать на мероприятии. Качество онлайн-трансляции очень хорошее. Ну, то есть, это такое ощущение присутствия в зале, там хороший звук, хорошая картинка, поэтому за это вообще не переживайте. И программу форума мы хотим вам немножко показать, рассказать. Вот Олег уже затронул тему аутоиммунных заболеваний. О них будет рассказывать Михаил Филяев на форуме. И также он затронет тему онкопсихосоматики. Сейчас я по порядку, наверное, пойду. У нас будет выступать вот раз Александр Зелинский, и он будет на своей авторской методике. У него авторская методика основана на расстановках. И он будет искать и объяснять нам через эту методику, в чем смысл симптома, и как этот метод может помочь в понимании причины. Иван Самулян расскажет нам про психологию в бизнесе, и про то, что мы не отдельные от нашего пространства, от того, с чем мы взаимодействуем, как мы взаимодействуем, как наше внутреннее состояние влияет на наш успех, финансы. Это тоже нельзя сказать про психосоматику, это про психологию в бизнесе, но это очень важный аспект нашей жизни. Елена Корножицкая у нас будет выступать. Это врач-акушер-гинеколог с 30-летним стажем, и она как раз использует в своей практике очень такую совмещенную работу врача и психосоматолога. Она расскажет о своем опыте, о своих кейсах, и о том, как это можно вообще в наше время и в Москве это можно проворачивать. Также, собственно, Жильбер Рино будет выступать с темой про сердечно-сосудистые заболевания и методы их решения. Она расскажет про инсульты, про инфаркты, про сердечную недостаточность и про то, что... У кого-то, кстати, были вопросы про сердечные клапаны. И еще у нас будет очень важная тема про детскую психосоматику, в чем смысл психосоматических причин ARV, простуд, грипп, респираторных заболеваний у детей. И Лена Тарванесева будет рассказывать как раз про взаимосвязь мамы и ребенка. И вот сегодня много было вопросов про детскую психосоматику. Олег очень правильно заметил, что дети отрабатывают... Семейные, Грегор. Санитары, да. Санитары родительских проблем. И вот, собственно, на форуме можно с помощью инструментов, которые даст Елена, понять, как это гармонизировать. Потому что исцелить, как мы уже поняли, это вопрос индивидуальный и выбор человека, наверное. А вот гармонизировать можно все, что угодно. Вот, ну вкратце так. 6 октября, это уже это воскресенье. Да, мы вас ждем. Благодарим, что вы пришли. И благодарим Олега очень сильно. И до скорой встречи. Да. Я так понимаю. Да. Хорошо, увидимся. Будем рады вас видеть такими прихорами. По-моему, неплохо получилось. Прекрасно.